Девятая часть. Сейчас пытаемся пройти XCOM на четвертом последнем уровне сложности без сейвов. Динамика, как говорит непрофессиональный стример, положительная. И в данный момент у нас по... Ситуация следующая. Получаем данные о станции. Регулярных исследований не осталось в принципе. Строим отсек зал теней для квестовых исследований, для того, чтобы до конца игры дойти. Последние вещи выкапываем. Скорее всего будет защита базы в этот раз. Защитная матрица есть, ее можно улучшить, но подождем атаки вражеского НЛО. Денег маловато. В прошлой трансляции очень много потеряли толковых офицеров. И сейчас после прошлой миссии вроде есть время на восстановление, но я не буду рисковать. Лучше сейчас, кроме бонуса, от Центра военных технологий еще посканирую, находясь на своей базе, для того, чтобы побыстрее вот эти вот четверо вернулись в строй. Потому что тут два товарища 10 дней и 9 дней. Даже три товарища, тут еще бобер. Это все штурмовики-разведчики, без которых безопасное продвижение по миссии, оно можно, конечно, но с ними попроще, потому что они дают разведданные, используя маскировку. Тут мы копаем, золотеней бустим, исследование в партизанской школе. Осталось исследование только одно, молниеносный удар. Что касается пушек... О, в зоне испытаний, что у нас делается? Экспериментальное оружие, грейт на аптечке. Есть еще 4 ядра Эллерия. И, кажется, хорошо бы сделать еще один костюм призрак, но не хватает и кристаллов Эллерия, и материалов. Так что, скорее всего, подождем миссию на ресурсы. По карте глобальной, в данный момент, рейд за материалами не сейчас, 7 дней. А, аватар у нас, как бы, у нас игра кончится через 19 дней, если ничего не предпринимать. Да, да, да. Вот, установление контакта чуть-чуть не добил, буквально, там, 1 час. Сейчас мы подключим новый регион для начала, и тут как раз доступ к объекту. Но, есть еще один доступ к объекту в Чили, и один исследуется. То есть, там запасы все равно есть по миссии. Не забрали поставку материала в сопротивлении. О, черный рынок платит на 50% больше материала за все товары. Самое время наведаться в черный рынок. И как раз месяц закончился, поэтому... Или полечиться сначала? Не, лучше полечиться сначала. А то я сейчас попаду на какую-нибудь... Миссию вне... Тогда на станции, окей. Один восстановился, но это не важный. Блин, быстрее возвращаются, пацаны. Дмитрий Михайлов вдохновение изучил. И запал... Давайте, кража души. Пойдет дальше. Привет, good looking. Привет, пацаны в чатике. Так, экспериментальное оружие... Блин... Вот, пожалуйста. Я не успел восстановить трех рейнджеров. Экстремально сложно добавляются безликие. Сложные ученые. Следующая поставка на 50% сокращена. И специалистов аватар... Ну, по-хорошему, надо лететь сюда, за спецом. И как бы плевать на аватар, потому что он и так на максимуме. Ой, наоборот. На это нужно забивать. Что я несу? Инж уже не нужен. А вот сокращение поставок... И ученые тоже пригодится. Но, я думаю, сейчас тупо заигнорить. Игнорим просто. Ну, потому что я не хочу лететь. Да-да-да-да, игнорируем. А что это такое? Огнемет Гиена. Улучшенный огнемет наносит серьезный урон в небольшую зоне поражения врагам Гиена. Надо проверить, что за штука такая. Давайте посмотрим. Да, я скипнул миссию, потому что трех рейнджеров нет, и разведки нет. И как бы... Мне же сейчас на миссию более сложно. Один день не дотянул. Назначу исследование в лабе. А нечего исследовать. Все, уже ждем зал теней. Так, возьмем, наверное, тяжа. Единственного, кажется, тяжа у нас. Хэппи, Дмитрий Костин, оснащение, место ракеты. Берем... А, это улучшенный огнемет. Есть простой огнемет 4.7. Есть Гиена. Урон сильно больше. По всем остальным параметрам один в один. То есть 4.7, а тут 6.9. Беру огнемет. Беру огнемет. Наверное, не стоит уже... Так, давайте за ресурсами слетаем. Сейчас уже вернутся два человека. Рейнджеру. Да, вернулись как раз под занавес. Евгения нулевой удар изучила. Отлично. Психи продолжают радовать. Спасение, если психиагент, он погружается в стасис. Пройдет 7 раз за бой. Умиротворение. Да, без... Короче, спасение. Делаем психов таких живучих-живучих. Вот и зал теней. Квестовая штука. Посмотрим. Но наши знания пока ничто по сравнению с уровнем их технического развития. И тем не менее, зал теней мощнейший дешифратор. Скоро у нас будет куда больше информации, чем мы изначально надеялись. Хрищ. Изучить захваченную склянку секретного объекта. Изучить мозг кодекса. Вот. И в зале тени начинаем... Давайте с наиболее быстрого. Все научные проекты замораживаются, но нам как бы все равно. Сейчас соберем бабло, полетим на черный рынок. А, стоп, у нас бонус-то от региона есть? Да, есть, там всего один... 11 дней осталось. Материалы плюс. Поставка игнор. Надо было, кстати, залететь, посмотреть. Вдруг появился какой-нибудь воин в штабе. Ученый имидж. Понятно. Не, не стоит. Сейчас такие деньги еще на них тратить. На черном сейчас за разведданные возьмем, если будут толковые модули. Мне нужен на меткость точно. Труп солдата. Труп-труп. Отлично. Только сектоиды нельзя продавать. И надо этот щит сделать. Короче, труп солдата Адвента продаем, потому что они уже как бы вообще вряд ли мне пригодятся. Сектоида пока трогать не буду. Что можно купить за разведданные? Ультраскорость это плюс 4. В общем-то можно одному штурмовику купить, у нас их трое. Опять прицел. Улучшенное автозаряжение. Это тоже... Специалист есть. Специалист. Ну, есть один специалист. 700 материалов. Сейчас давайте я посмотрю, что у нас по... По тому, что можно приобрести. Во-первых... Военная медицина в зоне испытания скоро будет завершена, поэтому я бы взял... Кристаллы Иллерия можно взять за разведданные. И тогда я смогу быстро сделать армор. В партизанке быстро изучаем последнюю тактику, молниеносный удар, который позволяет... Который прибавляет 3 мобильности в 2 первых хода боя, пока отряд замаскирован. Интересно, действует ли это на маскировку на миссиях, где нет общей маскировки у этих... у рейнджеров. Привет, 41 на 24. С Новым годом тебя какая. Да, надеюсь, не опоздал. Да, да, да. Так, и можно же еще произвести предметов. Мне нужен псевусилитель хороший. Псевусилитель. Улучшение отряда Иллерии. Кристаллы Иллерия. Пистолеты пофиг. Кристаллы Иллерии нужно брать, смотрите. И для хейлика, для пушки. Но самое главное... Кристаллы Иллерии нужно за разведданные взять на черном рынке. Кристаллы Иллерии. Не буду тогда тратить еще разведданные сейчас. Кажется, можно миновать первый псевусилитель и сразу же взять нормальный. Да, вот он. Выбирая между одной лучевой пушкой для одного хэвика и псевусилителем потенциально для двух психов, я, конечно, выбираю псевусилитель. Даже для одного психа он лучше. Контроль. Все? Да. Готово. Адский узор хотел тоже взять для одного штурмовика. Добавляет солдата здоровья, способен наносить ответ на уровень противника, атакующий рукопашный, вероятность поджигает их. И... Вроде все. Так, теперь пока не забыл. Я хотел Нифанди на всякий случай оснащение проверить... А, уже обновился псевусилитель. Псионика 100 плюс 140. В зоне испытания я должен был делать армор, но, кажется, там тоже Иллерии не хватит. Па-па-па-па-па-па-пам. И штурмовик. Мне нужен человек, желательно, с этим замесом, с жатвой, или как она называется... Жнец, да, Жнец. Оснащение. Адский узор. Добавит здоровья. Двоечку. Автоматически вносит урон в ближнем бою. Вместо им патронов не хочется, конечно, их брать. Что ж поделать. Посмотрим сейчас тогда... Я предлагаю на миссию сразу лететь, чтобы не... Хотя нет, зачем это делать, если у меня есть еще время? Ресурс, тем более, один день сейчас. И... Обновится... Обновится этот... На черном рынке... Ассортимент. О, полковник есть. Никола Козловска. Что... Так, а тут что? Затаились безликие. Аватар плюс два. Сокрещение поставок. Я ж в куб... Я в курсе. Материалы 508. Возьму я... А, это полкан инженер. За 315. А, берем. Надо посмотреть, что... Там по точности у нее. Привет, Blizzard Pro. А что на этот раз на черном рынке у нас? Труп вайпера, обломки андромедона, светошимовая граната. Труп вайпера, обломки... Ну, вайпера мы продаем точным. Андромедона вроде тоже не понадобится. Ну так, на 200 уже хорошо. И пробуем купить. Еще Элерия предлагаю взять на разведданные. Но тут еще улучшенный расширенный магазин топовый. Опа, ультравосприятие. Точность. Must have. Да. Приклад плюс троечка не обязательно. Это тоже, в общем-то, не обязательно. Это тоже не обязательно. А вот Элерия, скорее всего, придется вбрать. Да, давай берем Элерии. Ради армора. 9 дней осталось. Так, кому-то меткости не хватает. Там был у кого-то модуль, который не очень. По точности. То ли 13, то ли еще как-то. Во-первых, смотрим на Оторву. Это из Польши. Полковник Никола Козловска. Вот Оторва. Персональные боевые. А что так мало-то? Ультравосприятие 16 меткость. Не повезло. Давайте повысим ее. Можно сделать специально хилл, на самом деле. Проверить заодно. Протокол восстановления. Полевой врач. Ну, огневая поддержка так и так. Всегда на очку. Главное восстановление еще. Меткость 80. Мне серьезно. Так. А в зале теней... У нас же исследование вроде как. Да, еще три дня. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Материалы предлагаю взять. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Нет, стоп. Надо же было армор еще заказать. В зоне испытаний. Вроде Элери должно хватать. Или пушку Хевику купить. В зоне испытаний что? Военно-полевая делает. Вот, как с этим призрак я хотел взять. для того же самого снайпера тот же крюк только защиты выше дополнительная обилка и мобильность повыше боевые все есть кажется мне призрак в общем-то и не у всех штурмовиков так что такая пушку мы случайно не сможем сделать лире не хватает и материалов материалы это нажимное вателлерия нет собираем ресурсы военно-полевая медицина аптечка улучшилась восстанавливает больше здоровья по сравнению со стандартной костюм призрак делается и так надо еще выбрать наверное какой-то опа закончилось исследование мозга кодекса в зале теней командир мы делаем прогресс в этом этом все вместе с этим не было красиво наши солдаты полностью обеспечили эту группу в футболе что мы слышим только из библиотектов электрических сил я вас уверен что это Продолжение следует... 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 Так, понеслась. Точно оставляем одного психа, Евгения Гусева, с пси-усилителем, светошумом и Илюхой. Что касается ее улучшения по оружию, урон при промахе я бы увеличил до трех. Вроде у меня была где-то штука. Не, я поставил ее какому-то леммингу. Шанс на дуб действия какой-то несерьезный, 5%. Не, модулей нормальных нет. А, во, урон при промахе стоит снизу, двоечка, да? А тут полновенное убийство. Ладно, бог с ней. А персональный боевой у нее воля, да? Кажется. Да, воля 21. Окей, с Женей все понятно. Едем дальше. Брюс уходит. Револьвер остается с бронебойными. Проверяем его меткость по меткости 21. Улучшение оружия, кажется, без вообще полезно. Только вот если бы меткость была пятнашком, получилась бы его апность. И то незначительно. Штурмовик. Штурмовик, наверное, я возьму Бобра в первую очередь, потому что привык. У него и Крит сразу стоит, патроны. Единственное, что по пушке размер, Крит, Доп-действие. Доп-действие, может быть, есть у меня по-лучшим. Еще снайперу можно было поэкспериментировать с шансом мгновенного убийства на пятнашечку. Так. Убираем... Убираем предохранитель. Оставляем второго штурмовика. И берем специалиста. А, предохранитель, это и был специалист. Так, если предохранитель спец, то ей, во-первых, нужна аптечка. У нее есть аптечка. Нет у нее аптечки. Улучшенная аптечка, раз. Гремлин грейженый, да. Ориентировочно протокол... Ну, патроны синий экран. Хэвик с огнеметом, который нужно протез с кислотной гренкой. У револьвера, к сожалению, старый армор. Но новый делается. Я не хочу ему броненадзирателя давать, потому что... Этот кошка... Кошка значительно лучшим в плане мобильности. Так, значит, один штурмовик идет в мели. Не помню, что у паладина. Кажется, как раз она жнец, да? Жнец. Мясорубка, да. Да, вот она как раз лезет куда ни попадя. Я еще брал персональный боевой модуль на точность. Но кому сувать? А, вот можно продвинутый 13 меткость. Но там вроде не сильно апт. 13-16. Это не то. Кому из вас нужна меткость? Вообще никому. Хэвик там со здоровьем. У тебя серьезного прироста не будет. Штурмовики мобильные. У снайпера есть круче значительно. У Женьки по воле. А зачем воле, если у тебя есть крепость? Это другое. Огонь, яд, кислота, взрывы. Ты же вроде второго Энджа без маскировки взял. Ну, тот на замену в любом случае. Паладин-то с маскировкой, насколько я понимаю. Нет. Бывает. Ладно. И так сойдет. Поехали. Я не записал, кто именно там будет. Видел Андромедоны, видел там этого Мэка, Крисолида. 19 человек. Главное считать. 19 врагов противостоит нам предстоящей миссии. И чатику пламенный привет. Здравствуйте. Буру спецу. У него не было бура. Косяк. Вот это косяк. Вот это реально серьезный косяк. Плюс 40 для взлома. Это... Осложнил я себе жизнь. Аптечка это есть. А вот второй девайс у нее какой-то никчемный. Как раз патроны. Синий экран. Ладно, разберемся. Найдите исходное местоположение кодекса. Массовая такая маскировочка пошла. Где у нас тут конец, начало? Мы на возвышении. Здесь угол. Скорее всего налево вверх куда-то надо идти. Берем бобра. Бобер идет. Раз. И сразу. Милишный мутон, щит и... Ну хорошо. Так в лесочке сидят. Стоят. Псих. Псих отлично уже. Может быть даже задоминировать мутона, как вы думаете? Ну почему нет? Интересно. Сколько кажется как раз у милишных мутонов... Резисты дикие. То есть я к ним... Так просто не подойти. Жебуч. Револьвера подвожу тоже поближе, чтобы... Он стоял как бы на углу. И видел все свободное пространство. Могут, в общем-то, и флангануть, если прям пойдут. Смит, подчеркивание, Биль поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Всем привет. Привет. Пасаны. Привет, Майкер. Здравствуй, здравствуй. Спасибо тебе за гудгейм. А я-то причем? Не то, чтобы прям только тебе. Да. Ты понял? Ну да, спасибо. Да, но у нас аудитория, как я уже говорил, очень сильно пересекается, поэтому все вот эти вот темы, что где-то хорошо, где-то плохо, а перебежчики, это все равно 4 пятых СК-ВТВшников на гудгейме каждый день заходит. Live интернет, статистика. Поэтому всем добра. От добра. Вот кто там, слышите? Это крисолиды, кажется, выкапываются, закапываются скотиной. Я потихонечку спускаю. Опа, вижу. Так. Хочу начать с оценки вероятности взятия под контроль врагов. Помним про то, что крисолиды могут в любой момент выскочить. Ладно, психо подведу. Мне кажется, по звуку крисолиды были слева. Так, пацаны возвращаются. Это явно будет, вот на следующий ход будет пул. Потому что там полу-кавер есть, за которым меня уже палят. Да. Как раз Женьку и палят. Доминирование. 100% элитные, 100% элитные. Берсерка задоминирует 100%. Блин. Здоровенного берсерка. Посмотрите, какой персональный танк у меня будет. Танк-разведчик. Это не корову по минному полю посылать. Это серьезнее. И вот мины не пробьешь. Классно, классно, классно. Доминирую. Хатай берсерка. Ну это классно. У него там сколько хитов? 25-30? Под контролем разума. И до конца ниссии. Такой просто мясной товарищ. Огромный мясной товарищ. Так, фланг. Спалили у меня штурмовика. Опа. Тут еще один пак. Берсерка увидел мэка и два обычных. Мэк на овер встал, а обычные вперед побежали. Но вот это уже интересней. Во-первых, потому что овервотч... Кстати, огнемет как? Огнемет так. Ну что. Домэка, в принципе, очень долго идти. Напрашивается серия. Так, а где мой берсерк? Можно порулить? Так, вот он. Ярость. Раненый берсерк может пасть в ярость. Что-то положительно сказывается на его мобильности. У него какой-то кусочек хп уже так откусили. Не знаю, кто посмел, как так получилось. В общем, полу-кавер, полу-кавер, фул-кавер, фул-кавер. Желательно вот это вот побомбить. Может быть, даже конусом с огнеметом. Но я не знаю, как работает вообще огнемет этот. А, можно, наверное, массированным огнем. Но я не достану, скорее всего. Да, не достану. Можно подойти. Увидит ли меня? Не увидит. Окей. Подходим к хэвикам. Им в любом случае желательно бы подтягиваться. Укрытие бы посносить. Хп бы поснимать для того, чтобы... Ну, хотя бы вот так, да? То есть мы попадем по одному, по второму. Укрытие снимем у двоих. Понятное дело, что не достаем, да. А кто опасней? Опасней тот, что с армором. Поехали. Массированный огонь. А Дмитрий Акостя на топ-1 СНГ. Семь урона промах, но минус кавер. Снайпер, в общем-то, может... О, протокол блокировки. Даже несмотря на то, что бура нет, я думаю, что вырубить мэка третьего левела с навыком, там, скажем, соточкой, можно с вероятностью процентов 80+. Поэтому, скорее всего, специалист его, так или иначе, сломает. 86. Отлично. Но не сразу. Не сразу, потому что ход не хочется терять. Лучше протокол помощи юзнуть еще перед этим. Поэтому снайпер начинает серию. Это раз. Начинает с обычного товарища элитного, которого он должен выстрелом забрать. Револьвер стреляет. Бах! Минус один. Есть, соответственно, меткий глаз. Меткий глаз не такой уж и меткий. А, у него бронебойный. Он может щитовика забрать. Мимо армора. Давай. 89% хороший. Бах! Щитовик уходит. Армор его не спасает. Серия продолжается. Продолжается же, продолжается. Но тут уже дамага не хватает. Можно на самом деле попробовать мэка убить. То есть не протоколом блокировки его вводить, а протоколом нападения снять у него часть хитов. Да, пофиг. И тогда я серию по нему продолжу снайпером. Это будет хорошо. Тоже мимо армора. По мэку сейчас у него больше половины хитов снимается. Овервотч сняли. И добиваем. Всех маним на свою сторону. Только одного можно именно доминированием взять за миссию. Револьвер продолжает ваншотать. Остается всего два несчастных, таких базовых товарища. Они, правда, сразу не убьются. Но я думаю, что можно просто стрелять и снимать хп. Пусть не добивает, но там кто-нибудь-то добьет. Пофиг уже на то, что... А бобер, бобер. С такой пушкой не достает. Давайте добьем левого. Спускаемся штурмовиком. Тоже 35. Господи, я поторопился. Да не хочу я с Run'n'Gun бежать. Наверное, лучше овервочну. И посмотрим, что они будут делать. Слева Крисолиды. Точно слева. Но не по берсу стреляют. Мимо. Главное, чтобы не подошел, не фланганул, не начал стрелять по другим. Овервоч от одного штурмовика. Ну, потому что здесь, видите, псих. Ой, хорош! Межган попал из дробовика. Да, бро. Так, вопрос. Кого-то мне нужно вообще там качать? Кажется, как раз у Межгана не хватает, нет финального звания. Да, тут-то понятно. Да, да. Да, у него нет до сих пор звания полковника. Вон, иконочка отличается от остальных. Нет, берсерка не надо резать, вы хорошие. Давайте с мечом эффектно ворвемся. Хоп! Добро! Так, это было три человека, если не считать Мутона, как бы... Ой, в смысле, шесть человек. Мутон шестой. Осталось тринадцать. Берсерк идет первым на разведку. Опять же, потому что кресолиды не хочу. И я бы проверил этот угол, потому что мне кажется, что звук был именно слева. Кресолиды, они такие. Они копаются где угодно. Но почему-то пока безрезультатно происходит разведка. О, справа. Справа кресолиды. Что мне со слухом? О, два кодекса. Пошли овервотч от снайпера в первую очередь, потому что... Ну, что рейндж такой. Десяточка. Мне кажется, там жизни больше. Хэвик еще четверкой добивает. Это семь, получается. Такие стоп-кадры. Голопопые. Кресолид побежал. Там штурм, в общем-то, с мясорубкой, с этим. Ну и пара овервотча должна, да. Но это не попадет, скорее всего. Даже если попадет, не убьет. Неуязвимость, потому что убивал в прошлый раз человека. Обилка срабатывает. Тут на овервотче еще подключается штурм. И мясорубочка, да, еще же мясорубочка. Хопа! Поджег. Пять урона нанес. Семь убита, да? Семь. Такой не... Окей. Ну, я пользуюсь лучем, естественно, добиваю кресолида. Восемь. Не парюсь по поводу укрытия, из-за того, что неуязвимость есть в любом случае. Но мне казалось, что там кодекс-то один выжил. Он мог просто стелепортироваться куда-то не туда. Я раз уж пришел сюда, пробегу вот таким вот образом. Но... Плутонокси пишет. Привет, чатик. Привет, это я удачно чекнул стрим. Подписывайся. У тебя тогда сразу будет инфа о том, когда что начнется или когда началось что. А так, чекать постоянно сайт, может, внимания не хватить. Уже давным-давно все эти уведомления реализовали. Да, там один есть кодекс. Но я думаю, на Overwatch его просто поймаю, и все. Вот он бежит. То есть, получается, уже восемь, да? Это девятый. Снайпера. Я на него рассчитываю, на снайпера. Хотя хэвик. Дмитрий Костин. Это девять. Правильно ведь? Шесть первые. Крисолит. Да, это девять. Минус девять. Перезаряжаюсь. Берем... Берсерка. И... Бежали вперед. Тут подтягиваемся потихоньку. Без фанатизма. Снайпер на Overwatch. Бобер тоже. Вперед. Мутона. Лезть не будет. Я подписан, говорит. Как так тогда? Почему? Крисолит не ударил из-за поджога, видимо. А, да, скорее всего. А что там еще кто-то? Их же вдвое в паке было. Вроде нет. Так, девять. А так девятнадцать. Учитывая то, что мне проще считать до десяти, а не до девятнадцати. Сейчас пойдет обратный отсчет. А, это карта с порталом. Это там, где кристаллида в море. Точно, это же крестовая миссия. Ну, поехали. Тут будет Такие врата. И Да, ну, кодекс это так. Главное, что там будет Глаз, скорее всего. И И крисолиды Повсюду. Но у меня же мутон. Бутоны не трожь. Все, я крисолида действую на мутона. Он в ярости. Ничего не сделать. Я очень далеко. Снайпер ни черта не видит Из-за вот этих вот холмов. И Это такой легкий фейл. Бобер, конечно, попробует Тут как-то вписаться. Но не факт, что это вообще нужно. Ой, не туда. Сейчас подожжешься еще. Я нормально все. Господи, как я зафейл-то. Как обычно. Так, может воодушевление Сделать на мутону. Он там Побьет. Не хочет. Можно попробовать Разломом достать. Что здесь Движена никакого нет. Я бы тоже крюк кинул. Куда-то в тыл им вышел. Не хочется одного мутона оставлять. Он недружелюбный Среди. А тут можно пострелять будет. Ну или спулить еще пару паков. Вообще, штурмовик Он же На такой дистанции вообще убивает. То есть 100% попадания 83 крита И даже без крита Вероятно, 66, то ваншот. Не ваншот. Как раз попал В эти самые Нет, 33, что ваншот Да, у него же там Ой, не все так просто, Михаил Пошли размножаться Мутону не трогаем Крисолит в приоритете Естественно Но не критуем Не критуем, значит не убиваем Револьвер Вряд ли Допрыгнет Да, до туда Пошла аркадка, чувствуете? Понеслась А если огнемет, например? Достану я из огнемета Кому-то Ладно, давай Какой-нибудь А, рокета-то нет Там направо уже ушел Тут полу-ковер Ох, грязь какая Можно Илюху кинуть Черный разлом Все равно не достает Я думаю, что Надо брать и делать Илью Вижен отсюда Отличный Илюха спасет И Крисолида Может привлечет В общем Кидаем иллюзию Маяк-имитатор А Гренка вообще никак Нет, Гренка никак Побегаем тогда Что ж поделать Можно попробовать Протоколом Или даже Ультой Попробовать Дезориентировать Я хочу молочевку добить Ту, которой Не достаю я здесь Скорее всего Не достаю Протокол помощи На Мутона Мутон нуждается В нашей защите Привет, давно стрим идет Есть же команда Воскресный знак Ап За вчерашний ФФА Когда появится Я не заливал ничего А, ПО за вчерашний Я и вчерашний То не заливал А позавчерашний Где был 1.5 Это маловероятно Короче, понеслась В зоне риска Сейчас штурмовик Ой, Крисолид Да бежит А, или нет Ай Ай-яй-яй-яй-яй-яй Мимо Мясорубочка Семерку По Крисолиду Не зря Вот камеру Сюда показывала Вот не зря Понимаете Поджегся Крыс Мутон Держись Ой Крит По спине Паразит Телепорт Пошел К Илюхе Нет Судя по всему О Что А, АОЕ Скорее всего Да Там минус Заряды И надо отсюда Валить Потому что Будет взрыв А почему На Илью Никто не ведется Я же проверял Эту локацию Там все его видят Короче Мояк-эмитатор Получился Вообще Не в тему Ладно Штурмовику Очень сильно повезло Что всего было Одно попадание При том Что там Полу-кавер У него Ну здесь подходим Видим одного Сразу же Протоколом Точно одного Добьем Револьвера Нет патронов Мутон Чего может мутон Мутон мстит Крисолиду 65 Справедливо Жестоко Но справедливо Протокол Протокол Может я все-таки Допрыгнул Куда-то ты точно Допрыгнешь Серию бы зарядить У меня свободная Перезарядка есть С этой точки Я три человека Должен видеть Перезаряжаюсь Три говоришь Вообще Никого не видит Понимаете Ладно Из пистолета Мы сможем одного Добить Может штурмовиком Там начать Резать Врубаю Жнеца И Ну поехали Это раз Это два Так Кстати Это девять Восемь А, вот оно в чем. Там скрипт. Короче, я лучше не буду считать. Все равно не получится. Мясорубка. Так я же неуязвим сейчас после убийств. Правильно? Как крит прошел? Как я от кресолида? Как? Че ты не понял? Неуязвимость. Если вы убиваете противника на своем ходу, следующая атака по вам не попадает. Не вижу противоречия логического. Я убил противника на своем ходу. И следующая атака по мне попала. Спасибо игре. Я буду отдыхать тут некоторое время. Суть по всему, кресолиды я тут с одного удара не добью. Поэтому лучше... Снайпер, ты отсюда увидишь барсука этого? Не увидишь. Вниз не хочется падать. А там еще кресолиды могут быть. Блин. Эвакуирую чувака. Так он же еще выстрелить может. То, что его надо отсюда убирать, это понятно просто. Жалко просто, понимаете? А, это из-за ранений у меня такая хрень, да? Что крит невысокий. Давай, из дробевика все равно урон выше получается. Более с критом. Теперь можно эвакуировать. Но надо понять, как вообще вот этого убивать. Тут хэвик. Укрытие он убьет. Копье есть, воодушевление еще. Можно с воодушевлением. Семерочка достанет? Достанет, но только по одному накроет. Тут хорошо бы смерть с небес сделать. Может быть я тогда револьвера воодушевлю. Меткий глаз добью того с ваншотом. Вдохновлением. Раз. Сейчас добавлю ему полходика. Он с метким глазом стопроцентный, скорее всего, будет в такой ситуации. И тогда он после выстрела еще пистолетом добьет. 87, а не 100. Так, давай, тебе повезет. Это раз. Может следующая атака должна пройти на следующий ход? Так так бы и написали. Я уверен, что оно работает именно так, что если ты в этот ход, то в этот же, если противник тебя атакует, то не действует. И только работает на следующий ход. Но в описании так текстовом синим по черному написано, если вы убиваете противника на своем ходу, следующая атака по вам, не указано в какой ход, не попадает. Как бы я убил в своем ходу. И ни одного, кстати. И следующая атака по мне попала. Все. Как бы тут судиться надо. Выигрышное дело. Ну, я буду, наверное, эвакуировать нашего штурмаша, потому что... Потому что ранение, потому что ядкарь солиды добежит там специалист, но еще троечку может потерять. Нафиг нужно. Пусть лучше лечится спокойно. Ну, вот, видите, ядкарь солиды. Бдыщ! Очень эффектно, но без каких-либо последствий. Так, ну мы подходим вот к этому... к этим вратам. Мутон. На разведке. А, вот у нее ярость. Смотрите, как он ходит так, оказывается, далеко. Побежал прям очень далеко. Видит Крисолида. Трех. Те видят Мутона. Оп-оп-оп. Ой, сейчас надо жарить огнеметом это все братью. Придется, правда, жар... А-а-а! А-а-а! Ё-моё, сколько уж их здесь. Там, мне кажется, еще ивент на Крисолида. Блин! Нет! Мутон! Вот как быстро ты привыкаешь к новому соратнику, да? Казалось бы, мы буквально с ним вместе, ну сколько? Ну, пять ходов. Ну, я этого Мутона уже назвал Максимом про себя. Думал, как бы, ну, не знаю, на следующей миссии его брать. Как объяснять теперь его жене, родственникам, что все? Нет больше Мутона? Я не знаю. Жарю, в общем, Крисолидов, они все в куче. Ой, это не то вообще. Я сделал. Огнемет надо было делать. Надо было делать огнемет. Почему я это сделал? Я не знаю. Перепутал. Копьем, кажется, не достану. Не переживай, в глубине души он этого хотел. Ты не знаешь, о чем он думал. Ты не знаешь его чувства. Тебе все равно. Так, нулевой удар не достанет, да? Да, нужно, наверное, вот так вот еще немножко подкосить. Потом серию сделать. Опять же, снайпером. Вот я уж испугался, что там... О, по пять пошло. Пять, четыре, пять, четыре. Ё-моё. Какая дичь. У револьвера-то серед. А, еще сейчас будут попытки подчинить. Под контролем. Она сейчас по каждому еще делает чек на проверку по воле, да? Паника. Ё-па-рыс-э-ты. Так, у револьвера есть действительно серия и он начинает мочить. Разбирая, конечно, кто свой, кто чужой. Это первый раз. Если ты убивал двойным выстрелом рейнджера, перк не срабатывает. Также не срабатывает смерть на небес при убийстве двойным. Если ты убивал двойным выстрелом рейнджера... Двойным выстрелом рейнджера. Я убивал двойным выстрелом рейнджера. Два. Три. Я знаю, что надо бобра качать, но... Как бы бежать туда, там крисолиды... Это... Четыре получается, да? Или три? И остается большое там яйцо еще, из которого будут улупляться крисолиды, которые тоже по-хорошему надо забрать. Кокон крисолида. Давай. Нет, это не имба. Снайпер не имба, психи не имба. Это... Это... Скилловая тема. Очень балансная. Естественно. Я тебе маскировочку все-таки ее злю. И Михаилом подойду. Протокол мне тут не поможет. Бобра просто подведу. Под контролем. Отлично. Вообще, из этой штуки должен шар вылетать. Типа. Когда я подойду на определенное... На определенное расстояние. Перезарядка свободная. Отхожу к хэвикам. Что там? Но почему-то не появляются. Причем я же подходил мутоном ближе. У меня и крисолид тут. Так, окапывание. Рубящий удар. Вообще красавчик. Можно было сбегать на разведку так осмотреться просто. Как он крисолидом надо добивать. Из него вылупляются мелкие, не такие плотные, но... А, и этот, кстати, тип контроля, майн-контроль, он не вечный, поэтому я мочу крисолида этого. Из маскировки вообще пофиг. Абсолютно не думаю над действиями своими. Зато быстро. Подвожу остальных. Ничего. Давайте Михаила тогда вперед. Он, по крайней мере, с крисолидами сможет, если что, поговорить. Я думаю, что это worth it. Эм... И что, не понимаю? А, о, вот он, кат-сцена. Там мясорубка пошла. Уже кого-то промах. Ё-моё. А как... Что это... Что за балансная игра? Я уже подошел о Overwatch и хотел нажимать. И тут как бы глаз выходит. Пинк у тебя дикий. Там, кажется, револьверы уже на Overwatch. Капец, я попал. Не, револьвер не на Overwatch. Окей, ё-моё. Что делать, Google? Снимать армор. Это моя половинка хода, понимаете? Половинка. Отлично, вообще, класс. О, было вроде. Давай, Стасис, не будем выпендриваться. Раз уж я не готов здесь. Психи... Самые дисбалансные в игре. Так, что я хочу. Я могу сразу снайпером, в общем-то, выстрелить, потому что ему пофиг на броню. Но защита, конечно, адская у глаза. Лучше сделаю обычный выстрел, чем 70. Буду рандомить. Критулечка вылетела. Бобер по-хорошему должен немного отступить. Но не настолько, чтобы сильно снизилась точность. И желательно, чтобы я был под кавером каким-то. Дальше мы снимаем у него армор. Кислотной бомбой раз. Дмитрий Костин работает. Шесть армора пробивать, представьте, как... Каково. Кислотный ожог пошел. Здесь можно... Я думаю, вдохновение нужно просто делать, будет и все. То есть стрелять... Ага, стрелять бобром, часа два. Прикольно придумал. Давай еще снимем у него армор. Только так, чтобы... Надеюсь, я не разрушу эту штуку. Ладно, вот так вот. Половину... Штуки за... Штуки за... Глаз можно захватить, только нужно психо-дикого иметь. Но... Глаз прям... Топич. Все, армора у нее не осталось. Это хорошо. У привратника, в принципе, защита серьезная, поэтому... И получается все. Можно дезориентировать его. Да, давайте, не буду жалеть, сделаю ульту. Гарантированно, нанесу урон. И будет вероятность, что... Что он будет дезориентирован. Да, дезориентация, отлично. Бобер стреляет 6-2, если не попадает, то там еще псих есть. Бобер не попал. Но тут и дистанция у него 40 защиты, понимаете? Это не архонт еще с 25. Шар-то вообще дикий. Огонь души 68. White Rabbit 74 активировал, прям на канал. Все, шар минус. Но крисолиды еще могли остаться вокруг. Изи. Если б не то ранение штурмовика. 22 человека, но 22 это потому, что, видимо, появлялись кодексы, размножались. Может быть, крисолидовское вот это вот яйцо тоже считается как отдельный. Ну, рекорд средний урон за атаку. Левелапа, к сожалению, у Бобра нет, но ему уже там осталось совсем немножко. Надо добить. Чаще всего под огнем Берсерк. Спасибо ему за это. Надо Берсерков захватывать, реально. Они плотные. Конечно, Берсерк будет получать все, что только можно. У него ни армора нет, ни укрытия на него не действует. В этом плане самый классный танк как раз это глаз, шар. Потому что и армор, и минус защита. Ну, чем богатее? Зато его 100% ты захватываешь. Серьезное ранение у Лероя. У нас кодекса псеврата. Материалов дали. Маленджей говорят. Маленджей говорят. А я могу псеврата, что ли, сделать? Нет, видимо, это апгрейд надо сделать. Псеврата улучшили в зале теней обеспечивать энергии таинственные, соединяет с вычислительным целометром зала теней псеврата. Да, спецубур надо сразу дать, пока не забыл. Изучить псеврата, нужно, говорят. Специалист. Предохранитель возьму оснащение и тут вместо патронов вот этих вот берем черепной бур. Еще пятнашечка. Ой, 25 взлома. 25 взлома. Это не очень серьезно. Ну, ладно. На замену штурмовику, который точно не успеет к следующей задаче, будет черепашка. Черепашка-ниндзя. Феррари. в Нотелло. И мы приостановили снова уже, в пятый, получается, раз прогресс проекта Аватар. На 4. Изи. Возьмем сейчас доступные ресурсы. Да, наверное, ресурсы надо собирать. О, НЛО на наши поиски. Сейчас будет атака. Капец, ребята. Сейчас будет самая, на мой взгляд, сложная миссия в игре. В принципе, защитную матрицу улучшаем. Срочно. Установите нам сети дополнительные турели отражать на атаке. Так. Повышается эффективность защитных инженеров. Срочно, Ваня Морозов. Давай. Защитная модификация усиливает меткость и убойность наших турелей. Короче, сейчас будет дичь. Я ждал этого момента весь трай. Атака НЛО с огромным количеством врагов, она неизбежна. Она либо прилетает к тебе как ивент, ну, случайным образом, либо вот по скрипту срабатывает, когда ты псеврота, видимо, ставишь. Вот. О, там Дмитрий Михайлов отжимается пси-лаби. Смотрите, реально. Вон. Раз, два, три. Спина прямая, все нормально. Пять, шесть, семь. Семь? Встал. Красавчик. Псих. Так вот. Там толпа народа. Я даже с сейвами не с первого раза ее прошел в свое время. Раздай все ништяки. Да, кстати, надо подготовиться вообще капец как. Нужно все вот эти вот модули. Специалист у нас, да, персональный боевой на меткость давай. Улучшение оружия. Мгновенное убийство. Крит скорее. Крит. Шанс. Быстрая перезарядка. Оснащение надо тоже не забыть. Хотя бы что-то как-то. Понимаете, хотя бы что-то как-то. Светошок. В первую очередь. Надо всех бойцов, даже которые не помещаются, проинспектить. Ой, может Брюса с Муном убрать. Вот Муна точно надо вообще увольнять. Нафиг. Он такой никакой. Уволить Муна. Майкер увольняет Муна. Потому что там, во-первых, у тебя помещаются, ну, то есть сразу тебе дается, например, семь бойцов, а следующий после седьмого приходит на рандоме. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И если у тебя там Мун никчемный и три нормальных человека. Вот. Как бы хочется, чтобы пришел нормальный. Дмитрий Михайлов ок. Игорь Андреевич ок. Рейнджеры хороши. Но сейчас, судя по всему, будет как раз атака. Партизанская школа может успеть летать в этот, в... в... на черный рынок еще. Что-то мне стрёмно на самом деле. Я помню, просто какая там гапша сразу же идет. можно Илюх еще купить. Так, нереально все, прям все-все. Ну, это понятно. Брюс. Брюс, Брюс, Брюс. Окей. Может, даже руки-то ему давать. Не, не надо, армор пусть будет. Зажигательная. это ок, это ок. Дмитрий Михайлов тоже пустой. Настрелять ему не надо, пусть лучше аптечка будет. Черепашка тоже пустая. М-патроны обязательно. Женька, это не Женька. Это паладин Лерой. Ой-ой-ой. Так, еще модуль можно поставить. Персональный, боевой на точность тому же самого Дмитрия, Михайлового. Потому что больше никому. мелочи приятным. И улучшение оружия ему добить. У него есть урон при промахе. Наверное, доп действия нужно. там все, 5%. Шанс крита, давай. Возьми одну аптеку, но всякие. У меня две аптеки уже. То есть, у человека, который специалист. А, нет, у меня же специалист. Как раз вот это и нужно аптека взять. Точно, она же как раз специалист по хилу. Вот это я накосячил. Да, наноаптечка. Прям сделал спеца, вот это вот купил просто и прокачал ее по альтернативной ветке на хил. Собственно, у нее по способностям и восстановление гремлин летает между членами отряда и лечит их. Вот, полевой врач, протокол лечения, восстановления. Да, на защиту можно раненых брать, но... Так, материалы мне не помогут. Я бы слетал на самом деле еще на черный рынок. Вдруг успею. Но, кажется, тут уже никак. Хотя, какое-то время может и есть. У нас есть. Успели, прилетели. Что можем купить за разведданные? ХП можем купить. Ультра-адаптацию. Или топовый магазин. ХП кому? Да там некому ХП. Как некому? У штурмовиков мобильность, у Хэвика ХП и так есть, остальных модуля. Лучше на расширенный магазин тогда бери. Ну, фигня же. Ну, согласен. Не бери тогда. Согласен. Я полечусь немножко. Катушка экранирована. Далее инопланетных сплавов, далее Лерии. И появилось еще одно место, куда можно кого-то поставить. А, нечего делать. Я поставлю, конечно, инженера, который халтурит. Нарили питание, но в этом смысла нет. Костюм призрак, может быть. Дмитрий Михайлов обучение прошел, кража души обновилась, теперь высасывает. Безумие умиротворения запал. Мне вообще не нравится ничего. Ну, безумие, конечно, может, но это рандомчик такой. Ладно, давайте умиротворение. И рекомендовали его. Пуху хэвику. На пуху хэвику не хватает ни бабла. А, бабла не хватает. А если б я бабло тогда дособирал, мне бы его хватило. Пуха хэвику пригодится, тем более у меня два хэвика. Надеюсь, я успею долететь до атаки НЛО. есть. Так, теперь пуху хэвику. Господи, мне что-то стремновато. Мне что-то стремное. Я там так умирал. Все, топовая пушка у хэвика автоматически применилась. У хэвич теперь такая вот пуха. Разница между прошлой какая? 6-8 8-10 стандартный шаг. 4-6 6-8 8-10 Она же кружит на радаре обычно. Я думал тоже так, но не вижу вообще ее пока. Где она кружит на радаре? Она типа подлетает к тебе. Я помню этот момент. но так, давайте лечиться. А что он лысый-то? Ну, война. Рейд за материалами. 13 человек, Андромедон, кодекс, элитный щитоносец, копеечек, привратник, элитный солдат, тяжелый мэк, элитный офицер. Хорошо. Надо лететь. непонятно зачем. Ну, за материалами, как подсказывает Гэп. Изменений у нас, наверное, даже не будет. Я оставлю... Можно спеца убрать, но вопрос, на кого его заменить. А, на черепашку не держишь. Точно, ёпы, РСТ. Даже черепашка. Призрак еще не сделался в костюме. Пусть в этом побегает. М. Да, 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 да. Ну, что тебе? Ну, тебе нужен этот узор, который... Адский узор. Раз уж она милишная у нас. Выпад, фантом. Безжалостность, правда. А ты не топовая, что ли? А, у нее еще звание одного нет. Да, это повод прокачать. Это повод прокачать. Может, не надо? Я думаю, тоже может скипнуть миссию, потому что сейчас, когда прилетит, мне ранее не нужны радиоресурсов лететь. Короче, скипаю миссию, реально. Но она не нужна, реально. Просто как бы, зачем? Деньги есть, сплавы есть, лереи не хватает, их можно приобрести. В общем, забиваем. Опа! Исследование. Тем более, мы по квесту должны двигаться в конце концов. каталогируемые, каталогируемые, секунды. Генетические, в приближном комбинации, но все имеют генетические маркеры, генетические, маркеры. Это должно быть тысячи. Тенки тысячи. И процедура еще нет ни до конкретной. Поэтому мы нужны компьютерной船, чтобы узнать, куда они пришли. Я их развернула с данными, которые мы смогли хакать от Адвент-нетворка. Это... ...вайл из одного из генетерапии клиников. Аватар. Что именно в этом вайле? В моих worst nightmare я никогда не мог бы представить это. Доктор, я верю, что мы нашли заболевания. Это... Это невозможно! Генетерапии клиники. Миллионы людей, просто looking for help. Слушайте внимательно. Такие вещи мерещатся некоторым в чатике. Ревизированные в материале, которые мы сейчас имеем. Но... Почему это делать? Миллионы людей? Я не мог бы начать сомневаться в этом моменте. В этом моменте существует... ...каких исследований... ...каких исследований. Это генетерапии, доктор. И эти люди идут прямо в это. Мы не знаем, что они делают с этим вещом. Но я думаю, что я могу найти, где это идет. Понял? Исследовать координаты и склянки секретного объекта. Хорошо. А что мы можем... Все врата? Кристаллы и Лерия нужны. А на это что нужно? Ничего, просто время. Хорошо. У меня больше всего тарелка, конечно, беспокоит. А-а-а. Поехали. Раз, это крыстовая штука. А вон тарелка, 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 тарелка летит. Я пока не полечу, короче, сюда. Это можно в любой момент полететь. Потому что сейчас вот... Ну вон они летают, гады. Что делать? У меня, кстати, костюм сейчас доделается. Сейчас перехватят. Погоню, погоню. Мы их в первом экс-чеме гоняли. Удары, да, я понял. Призрак есть. Призрак, наверное, одену все-таки для начала третьему штурмашу, а не снайперу. Кажется, у меня даже один только призрак. У бобра тоже нет призрака. Нет, почему? Броня уклонения двадцатка, значит, он в призраке уже, да? Ну тогда надеваем черепашки-ниндзя-призрака. Мобильность. Уклонение. Только вот... Ладно, пусть будет у тебя жилет. Нет. Хорошо. Спасение у унифанды. Безумие. Умиротворение. Мне... Так, тоже умиротворение. Хорошо. Снайп позже хотел. Но не на этой миссии, на самом деле. Тарелка улетела уже. Ну, не на этой миссии, на самом деле. Вон она. Новые цели. Смотрим. Ученые. Прогресс аватара. Разведданные. Поставка. И материалы безликих. Игнорим. Игнорим. Тарелка, тарелка. Он рядом совсем. Смотрите, вот он. Ладно, я тебя не боюсь. Я полетел. Можно куда-нибудь полететь? Ладно, я на черный рынок. Что ж они такие медленные? Вон она. Летает скотина. Ой. Аватар плюс два, да? Ну, понятно. Нет, приоритет у меня это исследование в зале теней, которые все еще идут. Возможно, стоит слетать все-таки на квестовую миссию справа. Да, аватар еще плюс два. А система защиты есть? Построил три адки. Да, и построил, и прогрейдил. Значительный прорыв. Есть. Следующее исследование. Прямо в синематике смотрим только. Моя анализация фрагментового кодекса дата почти конкретная. Информация, которую я узнала так далеко, преодолевает потерянность в зале теней. Как вы увидите. Что это? Молодцы. Я не видел одного в менее декады. Да. И я думаю, что сейчас я понимаю, почему. Молодцы выглядят, что они обеспечены с агрессивной формой тишевой дегенерацией. Молодцы. Рапидная антропия. До какой-то уровень я даже не думал, что возможно. Так что они умирят. По-моему, что наш работа просто получает гораздо более легче. Как и с большим вещами, в связи с этим антропиям. Это не совсем так просто. Молодцы. Молодцы. Но машины надеяне надеянули эти erfицу industry-ки Offens Gone One, местные операции им Sometimes генетическая информация с интервью – Sand. Отсообщался и переходил к следующему миру. До к堆снему還. Я думаю, что ониいて encontrar что-то в нас. Что-то существенное для причинного. Что-то?! А, понятно, сейчас надо кодекс захватить, получается, или что? Похоже, да, сейчас надо кодекс захватить, применить черепной бур к кодексу, кристаллы Иллирия, наверное, возьму за разведданные, если они, конечно, есть на черном рынке, потом, скорее всего, полечу на миссию квестовую, кристаллы Иллирия, а, они, я их уже купил в этом месяце, но ресурсы сейчас закончат, ну, то есть сейчас месяц будет новый, и ассортимент в черном рынке обновится. Так, сообщение, полкан, есть. Так, пришельцы затаились, продвижение не буду, наверное, открывать вот эти вот, потому что мне разведданных тупо не хватит. Поставка новая. И на черный рынок идем. Труп Безликова, прицел, труп Крисолида, отлично, труп Крисолида есть, труп Безликова тоже сильно не нужен, а прицел обычный плюс 5. Далее, покупаем 33 кристалла Иллирия, разведданные в ноль. У меня есть миссии, два объекта я могу гасануть, аватар, один четверочка, другой двоечка, то есть тут не... Есть пути к отступлению, даже без разведданных. Не вывестим мы ничего. Продолжаем. Десять дней. Сейчас предлагаю слетать на ту миссию по солдатам. Или не летать. Исследовать производственность среди прочих материалов. Набор координат. Скопление войск. Мне кажется, в любом случае нужно эти миссии выполнять, так что полетели. Следующий курс для Веб-Азианского корридора. Фух. Я скипнул прошлую миссию, потому что она сравнительно рядовой была и не несла негативных последствий, ввиду наличия еще ино-ложки, которая рядом летала. Но, судя по всему, ино-ложка может неопределенное количество времени летать. Я не знаю, как там она у них закожена. А миссия квестовая должна быть выполнена. Поэтому... Выдвигаемся. Я уже забыл, сколько там народу было на этой миссии. 18. Архонт, сектопод будет. Мэг, офицер, мутон. Ну, понятно. А, Андромедон еще. Сектопод и Андромедон. Кодекс будет для атаки, для захвата. Тоже, что немаловажно. Поэтому сейчас полетим паузу в пару минут. И я вер... Бур взял. Бур взял. Вернусь. Скай рейджер. Скай рейджер, деплое. Да ё-моё, я же нажимал начать задание. Не, не нажимал. Какой план? План не гуфнуться на атаке базы. На самые клёвые и классные миссии. Когда народу будет человек... Ну, там, анлим, людей вообще. Но прям ситуативно ты пулишь десяток. И отступать, кайтить некуда. И если хоть один гад продержится на зоне входа в корабль в ход, то это гуф. Поэтому важность текущей миссии... Опа, высокая нагрузка на ЦП. Да, ну это, видимо, при загрузке миссия. Короче, самое главное здесь задача не получить серьезных ранений, для того, чтобы не было с кем воевать в случае атаки базы. Вот это прям первое, на чём нужно сосредоточить своё внимание. О, сразу пак, 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 пак. Кодекс у входа. Прикольно, мапхак сработал, когда камера полетела. Ну, Бобер идёт вперёд. Кажется, сразу сектопод будет в вижне. Кажется, нет. Коты орут. Ладно, едем. Оп, Архонты вижу. Архонт тиктует. И там дальше кто-то. Слева вроде бы чисто. Ну, тут можно сразу по Архонту зарядить. А, давай. Инициируем. Они меня не видят. Должны подойти, разбежать. Ну, как-то сократить дистанцию, наверное. Так, моя задача. Моя задача убить их в один ход. Задача не очень сложная. Но... Поехали. Ещё Михаилом бы не спалиться. Он в маскировке. Захватывать. Кстати, доминирование надо было на Архонта вообще брать. Это тоже из текущих идеальный вообще разведчик. Минус 25 уклонений. Отличная мобильность. Возможность летать. И... Зря я его не взял. Так, ранынгана нет. А, у тебя маскировка. Зачем тебя трогать-то, если у тебя маскировка? Подходим спецом. В Архонту попадём. Да, попадём по любасу. Мне бы, если кто-то тоже убить. Потому что тогда у меня маскировка спадёт, если я... Останусь. Ну, если он жив, останется. О, легкий крок. Свободное действие. Отлично. Добиваем Архонта. Жалко. Вот я сейчас как подумал, что мог с ним вместе миссию начать. Так расстроился. Тут метка есть голографическая. Но мне так или иначе придётся... Придётся кем-то из инвиза выходить, увы. Потому что вряд ли Женька попадёт. Хотя нет, почему? Тут у меня же пушка грыжная. Я могу его ваншотнуть 90%. 90% промах. Метка стоит. Директом мы его убьём. Как-то ожогом. Огонь души. 6-8. Там 7. А если стрелять? 71. 71 больше, чем 66. Да. 6-8-7. Давай. Хорошо. Псих справился. Отлично. Револьвер на точке эвакуации. Намылился уже куда-то. Сектопод. Сектопод был вот то ли слева, то ли чуть дальше. И он является одним из самых сложных противников вообще. Сейчас я сначала слева проверю на пол хода. Да, прямо по курсу сектопод. Вот, пожалуйста. Можно соинициировать так же снайпером, если он видит, конечно же. Он видит, конечно же, но... Ну, давай. Мимо армора так. Бах. Это раз. Даже и дойти не должен успеть вообще-то. Надо только сметануться. А, это махина серьёзная. Вот я палюсь. Достаю? Конечно. Конечно достаёшь. Всем достаёшь. Косяк. Может, Стасис и не парится. Отправим его на один ход отдыхать. Очень халявный скилл, конечно. Так давай, может, постреляем сначала, а потом Стасис. Куда-то торопишься. Согласен. Не очень хотел спускаться специалистом, но, к сожалению, по-другому я по нему не постреляю. У специалиста, кажется, были вроде как патроны. М-патроны. Но я вроде менял что-то. Да. Зачем я это делаю? Зачем я по армору сейчас стреляю? Господи, почему я хэвиком-то не выстрелил? Даже обычный выстрел хэвиком принёс бы здесь нормальный... Да, я туплю, сорри. Нельзя так торопиться. Нельзя ни в коем случае. Стреляем простым выстрелом, просто ломаем армор и наносим урон. Другое дело. Вот с этого и надо было начинать. Лучше не палиться. Здесь стасис. Давайте вешаем стасис. И на следующий ход уже спокойнее. То есть и снайпер стрельнет снова, и хэвик тоже первым начнёт. Так что всё ок. Поехали. Хотя я могу всё равно спалиться. Не знаю, как механика работает. Маскировки. Пришёл в себя. Не хотел бы саббером в Warcraft 3 покатать, как старый добрый. Ну, я думаю, что мы рано или поздно всё равно покатаем. Так. По какому-то случаю. Десятка мимо армора залетает револьвера. Здесь снимаем оставшийся армор и ставим метку и дэнджем хэвиком. Может быть, спалиться штурмовиком ради экспы? Я же хотел... Я же хотел... Давай, Михаил. Ради полкана. За него наверняка экспы должны насыпать вообще шикарно. Да, спалился у него с мастер-кровком. Нет? Не дали. Гады. Не дали. Восемнадцать человек. Минус трое пока что. Пусть тогда черепашка-ниндзя первым пойдёт. Поехали. Револьвером подойду. Там есть кто? Недвижно нет. Нам, кажется, нужно будет через мост пробегать. И в конце концов нужно будет всех сейвить. Так что... Давай маскировать. Нет, не надо маскировочка. Сейчас я просто мог спулить пацанов слева. Там же возможно, что кто-то есть. Штурмовик их мог не заметить. И... Было бы не очень круто. Мутон, слышу. Рычит. То ли слева, то ли это просто такой эффект. В любом случае, черепашка идёт вперёд. Всё-таки так. Опять никого. Ладно, ещё вперёд тогда. Эта миссия как раз с фиксированным таким... О-о-о-о! А вот это уже серьёзней. Мэкондромидон. Ещё пак дальше один. Я, наверное, сейчас попробую это всё через угол решить. Снайпера. То есть... Ну, позицию, конечно, занять на возвышении, но боюсь, что уже... Ну, почему? Я могу прыгнуть временно хотя бы сюда. Так, мы исключим всякие помехи на уровень ниже. Вижна нет по большинству. Но я полагаю, что даже с пулев одного... В общем, это запустит цепную реакцию. И мы увидим... И мы увидим и остальных. Там 6-7 человек, я видел. Ну, самое главное, что там Андромидон ещё. И кодекс, которого нужно захватить, по-хорошему. Да ладно, не спалился, что ли? Ну, снайпер, стрельни разок. Ну, угол же у тебя. Есть. Пошло, поехало. Но они заметили, это главное. Андромидон. Побежали, побежали. Кодекс тоже встрепенулся. Главное сейчас кодекс не ваншотнуть. Не, кодекс не ваншотнули. Хорошо. Тут ещё и дробовика Михаил добавляет. На такой дистанции вероятность. Очень, не очень. А где ещё? Там же два пака, ребята. О, это под захват. Прямо. Да, неудачный угол получился. Прямо скажем. Кодекс можно захватить, но я боюсь, что... А не бойся. Пошла аркада. Сейчас ещё плюс два пака. Ай! Ломай его полностью. Небольшой объём... Пш... 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 Еее... Можно было и большой брать. Разведданные получили. Квестового товарища захватили. Ну и убили его, собственно. Главное, что... Ой-ё-ё-ё, это что такое? Ой, там же появляется эта хрень! О, я забыл! Ёпы, РСТ! Нет! Нет! Я забыл! Сейчас же жесть начнётся. Сейчас... Во-первых, у него там мега-пушка. Во-вторых, у него пси-атаки, блин. В-третьих, он... Бронированный гад. Короче, Андромедона надо пытаться, наверное, в Стасис. А я захватить могу кого-нибудь? 90% Андромедона будем захватывать. Я могу... Аватор вообще в Стасис. Итак, начинающий маг и волшебник. Что за халява? Ещё сейчас доминирование. Господи, такая халява. Просто, просто. Двух психов берёшь... И Андромедона ещё возьмём. Капец. Да, пофиг вообще на вас. На этих мегов. На щитовиков. Овервотч, конечно же. Так, у Риолера есть серия, но он видит только одного человека. Хэппи, чем бы вот сюда вот зарядить. Может, из огнемёта я давно хотел проверить. Так, как обычно. Офигово. Кого видишь? Кодекс видишь. Черепашка, черепашка, черепашка. А ты кого видишь? Тоже кодекс. Кодекс серия. Но это как-то неправильно. Слишком расточительно. Я могу подойти хэвиком сюда. Зарядить АОЕ. Нарвусь, скорее всего, на Овервотч. Не, не нарвусь на Овервотч. Я хочу просто двух сразу убить. Ещё один пак спулить. По возможности. Можно мне там пак? Нет? Ну, нет, так нет. Огнемёт. Огнемётом. Я хотел просто проверить. Огнемёт не действует, поэтому из-за укрытия, видимо. Так что кидаем обычную гренку. Добиваем кодекс. Снимаем армор у щитовика. И... Вообще хорошо стоим. Пулкавер. БД ищет. Критует. Гренкит. Револьвер по-прежнему видит. Мэг тяжёлого, да, только. Ну, хотя уже, уже прогресс есть. А вот этого упыря надо убить. Черепашка-ниндзя, в принципе... Лёгкий шаг. Можем, наверное, зайти вот так вот. На него не сработает. Понятно, что из инвиза я уйду. Но так, по крайней мере, есть вероятность элитного щитоносца забрать. Хотя небольшая, но... Готово. Итак, этот в стасисе, тот на овере. Безжалостность, точно, точно. Уже ещё безжалостность. Тяжёлый мэг. Давайте 89, почему нет? Стреляем. Мимо армора револьвера всё равно делать сейчас нечего. Пусть стреляет. Десяточка. А там случайно специалист у нас не ходил? Ходил специалист. Хочется подойти поближе. Специалист вон куда. Он же захватывал первым. Первым делом. Господи, как мне нравятся вот эти вот баги. Всё, с Богом. Главное, чтобы мэг тут не начудил. Он видит нескольких людей. А у Евро не достаёт. Андромедону, по идее, должен бить. Хотя, может, и фланганы спица. Это было бы очень плохо. Андромедону бьёт. Нет, а у Евсетки. А у Евсетки не сильно. Там 4-5 обычно. Крит. Но три урона на крит. Это несерьёзно. Поджигает. Тут надо снять кавер. Опять же, Хэвику. Хэвику нужно попросить. Давай кислотку. Всё равно сектопод... А, нет, какая кислотка? Что ты несёшь-то? Ты можешь сначала кислотку, а потом этот. Я хотел укрытие просто разрушить. Раз, пошла кислоточка. И скорее всего массированный огонь. Как-то зарядим, чтобы просто убрать кавер у него. Потому что бесит. А, он телепортируется после каждой этой темы. Точно. Тогда давай действовать по ситуации. А, конкретно, свободная перезарядка и меткий выстрел сейчас в него. Блукавер, правда. Это уже без армора. Или серию выдать? Давай серию не будем экономить. Сначала заберу 100% мэка. Это раз. А потом буду стрелять по кодексу. По кодексу выбор. Либо просто попасть в соточку. Либо попасть... 84 попадения. Практически 100%. Не... Клонение причём ещё сработало. Плотный товарищ. Снова телепорт. Вопрос тут, куда? О, вот это плохо. Это плохо, потому что... Потому что люди не участвуют в... Так, давай тогда копьё сделаем на него. Огонь души, точнее. 100% попадём. И я надеюсь, что он куда-то в другое место уйдёт. Нехорошо выходит. Ну, плотный. Видите, как у него ещё уклонили какое-то дикое. 6 урона. Дальше куда? Твою. А вот это уже косяк. А это уже, скорее всего, минус револьвер. Так, протокол. Помощи на револьвера мастхэв. 40 защиты может его спасти. Тут попробуем призраком пробежать сквозь укрытие. Может, протокол нападения всё-таки достанет. Да, протокол уже нападения достанет. Андромедон просто бежал вперёд. И... И машину взорвал. Да, можно эвакуировать снайпера, если что. Это правда. Надеюсь, он сейчас телепортируется поближе куда-то. Да, отлично. Ну, всё тогда хорошо. Ну, что тут по нему и штурмовик достаёт. Я думаю, что проще всего подойти бобром. И его вот... 87, 103 крит. Попадёт, убьёт. Бах! Это очень плотный товарищ. По сути, это топовый боец вообще. Я не могу с чёрной. Повышение. Нет, нет. Бобра... Бобра не повышают. Часть задачи по основному квесту выполнена. Сейчас мы Андромедона на полную заводим. Главное, чтобы он там не порушил ничего по пути опять. Вон машина прям стоит. Здесь пока что овервочи. Подводим бобра. Револьвера тоже стоит подводить, потому что... Там есть ещё один пак из пары обычных солдат, плюс ещё кого-то. Я не видел, кто там ещё. Но потом придётся заходить непосредственно внутрь этого комплекса. А потом эвакуироваться, скорее всего. Ну, так обычно происходит. И если револьвер будет так далеко... Опа! Мэг, офицер и обычный солдат. Пока... Не, овервоч пошёл. Я уж испугался, что тут никто не среагирует. Не стреляет штурм, попадает, что удивительно. Там ещё хэвик вроде как тоже на овере. Раскручивает. Пробивает броню. Ну, наносит урон. Классно. И кто-то ещё добавляет штурм. Нет, это специалист. Минус мэг. Сразу вот, прям сходу. Я бы на месте офицера, конечно, в комплекс побежал бы тут же. После такого начала. Подбегаю Андромедоном. Будыш, 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 будыш. А вот он, комплекс. О, ещё пак. Архонт и обычный солдат. Видимо, я куски паков видел. Кстати, действительно, у Андромедона же есть. Бомба. Не задевает она никого. Наверное, даже лучше пострелить. Какой он косой. Окей. Угол. Да, давай угол. Я, правда, не посмотрел, какое количество патронов. Есть подозрение, что там всё очень-не очень. Может, огнеметом как-то. Хэвик далеко. Можно, конечно, подойти поближе. Попробую восьмёркой накрыть. Чёрный разлом. Потому что вроде по АУЕ накроет парочку точно. Да. Всё-таки так. Возможно, кто-то под контроль попадётся после этого. Ну, здесь Архон, конечно. Поды ищи. Так. Боевое безумие, но это его... А, не, не сработало, получается. Тоже хочется кавера хотя бы какого-то. АУЕ у них всё равно нет. Нужно дезориентировать и урон нанести ультой на ульту. Да не, ульту не жалко. Но проблема в том, что опять попадает только по одному. Ну, по двоим, но там... По тем, по кому не надо попадать уже. Ладно, подойду штурмовиком. Постреляю, наверное, просто по Архонту. Разхэвик. Андромедон всё равно подставлен. И снайпер будет стрелять. Мне кажется, что они в состоянии... В состоянии прилично там и напоглощать, и не убивать. Хорош, Михаил. И попал, и кританул. 65 попал. 40 где-то кританул. Ловил ап у Михаила. Наконец-то. Дождались. Элитовый офицер, несмотря на то, что вероятность ниже, постреляю по нему, потому что... Того и так револьвер убьёт. Хаман. Пай кислотную тогда в него. О, я первый раз вижу, что... Этот эффект... Эту гранату Андромедона. Всё-таки протокол нападения юзнул, но нет, не юзнул. Да пофиг, всё, вероочи и... И хватит. У тебя здесь флангуют, что ли? Конечно, флангуют. Работаем. Работает снайпер в первую очередь. Тут сейчас кислотный ожог ещё будет. 100% снайпер будет стрелять на действие... И это будет минус 2. А я говорил. Револьвер контролирует ситуацию. Да ты что? Револьвер умеет расстроиться. Ревыч, давай-давай-давай, реабилитируйся срочно. Хорошо. О, лут выпал, судя по звуку. Да. Интересно, Андромедон может собрать лут? И ещё один выстрел от револьвера, но там он, если не кританёт, не убьёт. Ба! Уоу! Испугал пацанов, которые стояли под открытием. Капец, револьвер... Конечно, удивляет. Так, черепашка. О, можем, кстати, черепную мину, но я отравлюсь. А не хочется. Черепашка где? Черепашка Донателла. Черепашка не добегает. То есть... Она, конечно, может пострелять по кому-то, но это... Короче, не стоит. Револьвер стреляет 78 по дальнему, бах! Красавчик. Тут Андромедон, пожалуй, фланганёт этого офицера. Попробую по черепашке попасть 34, но это так, это... Чудо должно произойти, чтобы Зарбаша с такой дистанции под полукавром попала. Андромедон, судя по всему, там на другой конец карты бежал по эффектам. Долго переходил ход. Убиваем этого, 70, скорее всего, бах! Хотя он и так бы сдох, скорее всего, из-за кислоты. Бобёр. Бобёр. Понятно, что это уже мимо идёт по экспе. Но... Постреливает. Конечно, Хэппич должен был первым стрелять. Ставить метку. Всё это. Вы прекрасно знаете. Тогда было бы... Всё по-другому. Подходим. Попробуем Женькой добить 65. Если не получится, то протоколом атаки. Всё равно он умирал. Приблизились уже к входу. Надо не забыть забрать лут. Подвести народ. А лут придётся брать так полуаркадненько, потому что тут полхода. Что у нас здесь? Улучшенное автозаряжение прицел. Несерьёзно. Внутри, я помню, были серьёзные проблемы по врагам. Там их... Не то чтобы много, но... Они неожиданны для меня в прошлый раз были. Еле-еле там последний ход удалось справиться. Люди, а есть прохождение варик от третьего от Миши? А то на ютубе я видел только одного и второго. На Good Game можно поискать. Возможно, он был выложен просто не на ютубе, а в... Например, на моём канале на ютубе. Там очень редко выкладывается, но по ошибке могло быть выложено. Или на Good Game. Там тоже архив на 25 терабайт. Записями, трансляциями. Первым идёт, естественно, Андромедон. Подходит прям так. А, у него ещё кислотная бомба. Без количества, то есть... Петра говорит, нету тебя только картинка вза... ясно. А как ты спулил? Откуда увидел? Кого увидел? Опа! Два мутона и Архонт. Ну ладно, спулил Андромедон. В общем-то, это его в данный момент проблема. Целиком и полностью. Единственное, что я пока не вижу вообще, где... Где враги. И при всем при этом нужно подходить. Так что, пусть на следующий ход. Причём, подходить так, чтобы... Не попасться под... Под гренку. Эти снайперы я нового вера оставлю. Черепашку надо качать. Черепашка с рывком подбегает ко входам. Они могут как из парадного входа выйти, так и справа. Ну, в общем-то, и слева, но слева их не вани. Вот, пошло. Пошло-поехало. Не зря я так психу подставил. Псих мажет, но гарантированно урон наносит. Тут револьвер, видимо, с пар Хонта стреляет. Ничего нового. Штурмовик. Один. Тоже мимо. Кажется. И специалист. Девяточка. Молодец. Мутоны. Да ладно, гренка что ли? А как ты видишь, там стена. Там дырка в стене. О нет, сейчас еще второй мутон может быть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фух. Андромедона будет бить. Да это капец просто. Взяли, уничтожили. Я даже не понял. А кто? Свои же стенку уничтожили, понимаете? Свои. Какой-то гад взял, не попал. И все, и понеслась. Я начинаю с разряда конденсатора по двум мутончикам. Здесь архонта окей. Вот реально, какая сволочь стреляла. Кто вот промахнулся. Мало того, что не попал по врагу, так еще и подставил своих. Бобру нужно отдыхать сейчас уже. Мутоны еле живые. А черепашка-ниндзя с палачом же? Ничего она не с палачом. Это просто свободное действие. А забегай. Фигак. Бобер видит одного. На вероятность попадания как-то не очень мне нравится. Тут огонь души. Спец попал и снес стену. Спец попал и снес стену. Как же надо умудриться так. Аптечка не влияет на количество времени, проведенным бойцом в лазарете. Сейчас попробуем в рукопашку, в общем. Первый удар, смотрите. Андромедон пошел. Оп. 50 на 50. Зато попал по всему, что было вокруг. Круто, что. Я Михаилом в бой полез. Буду резать. Буду видеть. Так, это минус еще один пак. Ну, подлечить стоит не для того, чтобы он лечился меньше на базе. А для того, чтобы... Для того, чтобы его случайно не убили. Так, бобра подведу. Что специалисты не успевают на этом ходу. Тоже подходим, перезаряжаемся. Компт начинает подлагивать. На самом деле, у него не серьезное ранение. Потому что там армор значительную часть должен был поглотить. Я надеюсь на это, по крайней мере. И вот нам нужно к центральной капсуле заходить. Для этого, опять же, смотрим по перезарядкам. Возможно, надо будет с разных сторон заходить. По крайней мере, я штурмовиков бы по разные стороны развел. Да и через один вход всемиром ломится. А, я тут сразу спалю уже. Ясно. Тогда, наверное, просто подходим. Что-то увидели. Да-да-да, там пак. Там, кажется, змеи с кем-то были. Вроде пак-то, типа, не серьезный. Но я захожу, в общем. Что-то прям ему пофиг. Где там вход, выход. И два мутона. Два мутона и архонт. Ну, видимо, паки тоже обуславливаются в стадии игры, так скажем. А ситочку напрашивается на сюда. Это раз. Пыщ. Кислотная жог ок. Отсюда я увижу... Что не стоит. Черепашку ниндзя нужно качать. Правильно? Я психом не успеваю. Давайте черепашкой оббежим, скажем, этого мутона. Хотя вот ей как раз лучше бы... Да ладно. Кавер. Нормально. Архонты непонятно, как убивать. То есть мутон-то второй умрет от кислоты в следующий ход сразу же. У него там два или три хита осталось. То есть это неизбежно. А вот... А, четыре хита. Тогда нет. Тогда еще не факт. Тогда я предлагаю избавиться сначала от еще одного мутона. Можно было через обилку, конечно, пройти сквозь дверь. Минус второй мутон. Может он умрет. Там разброс от трех до пяти. Но вот у Архонта, а у Е, такого, чтобы в этот же ход сработало, нет. А мутон кинуть горюнку может. Исходя из этого, конечно, хочется... Так, а может Хэппи... Сеночку разрушит. Пофиг, что по Андромедону попадет. Главное, что... Конечно. Главное, что может снайпер увидит. И плюс у него еще дополнительное действие не будет его. Я скупил. Хорошо. Не обиделся Андромедон. Но у снайпера не появилось доп. действия. Очень жаль. Подставляюсь. Подхожу, стреляю еще по Архонту. Здесь тоже выстрел из пистоля. Но его я уже не убью никак. Тем более с уклонением царапины. Надежда только на то, что он будет просто стрелять по Андромедону и все. Давай, врубой здесь. Здесь пофиг. Опять. Сбились. Не, не сбились уже. Все это последнее. С богом. Ну, давай. Ну, явно по Андромедону, да. Он бы дальше летел, если бы хотел. Бах! Заруба пошла. Ну, раз уж пошла такая пьянка, давайте реально тут кулачный бой устроим. Попал. 40% попал. Но уклонение царапины. Сейчас нужно черепашкой добить. Опять же, исходя из потребности в... Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ кажется сваливать нужно будет куда-то вниз влево так обычно в общем-то и бывает ну пацанов я подвожу уже можно наверное сверху выйти может быть какой-то в пол на этот ход я не открываю капсулу как раз для того чтобы низ не дай бог не спулить до того рандомная золото рандомная высадка на хай-граунде понятно тогда особо смысла получается нет главное приблизительно чтобы никто сильно не отставал и выйдет все ок следующий ход я получил ранение несмотря на то что хотел типа аккуратно они не получил открываем камеру вливаем и там же дропчик прям вот на зону эвакуации дропчик а отлично еще не факт что пока в принципе здесь какого-то нет убегаю бобром чтобы сократить расстояние поучаствовать еще в дропчике кидаю крюк и уже встаю здесь на овервач может прикрывать своих нужно в любом случае тут просто тащим револьвер мог бы тоже крюк использовать может быть ему удастся как-то его пустить через окно или через дверь сейчас бежим всеми на full андромидон тоже бежит и конечно же черепашка черепашка тело не поднял тело господи нам надо было тело поднять господи цель-то миссия какая-то ход пришельцев е-мое прилетают брусуки мэк обычный милишный там только мишка но он по кому-то попадет овервотч мэк бах по мечнику там у него один хит остался скорее всего все отлично мэк 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 что там говорит так револьвер видит одного я наверное прыгну так вот там же овервач не сработает из-за этого действия он же мне не видит потом серия пошла начнем естественно с элитного 77 там просто слишком близко стоит дальше бобер по мэку надо снять у него какую-то часть хп чтобы снайпер добил ага какая эвакуация что-то несешь 79 ладно мне повезет хорош остается один обычный обычный солдат простой парень который выжил любом случае мне нужно будет сейчас потратить еще какое-то время для того чтобы взять этого юнита и донести его причем черепашка взяла на себя такую ответственность а я могу врубить призрака тогда и сократить дистанцию потом на крюке прыгнуть наверх а как вот ладно нам не армор но как тело то проходит сквозь стенки загадка разработчикам вот крюк юзать нельзя оказывается андромидоном к тонкой да не беспокойтесь все нормально тут есть много способов нейтрализовать например протанковать андромидона лучше всего это магия говорят вот может воодушевление и бобром как-нибудь порезать все его не вижу отсюда подстава может конечно пожечь но я боюсь что если мне если я сожгу то не будет а я могу я могу я не могу точно точно бывает я вдохновение сделаю все таки может стасис увидит его да еще от этого боятся мочи бобром можно даже в мили пойти на него тем более он под фулл кавером поджег что абсолютно не имея значения и все ждем действий со стороны там мясорубка сработает если он что-нибудь а он горит как все плохо мясорубочка давай мишган красавчик еще следующий дропчик нет уж я не буду я ставлю им андромидона пусть разбираются так дохожу всеми андромидон прости у нас транспортник только на 7 человек контроль над разумом потерян нормально воу как стремно последним эвакуироваться под пристальным взглядом андромидона фух пронесло не скучай два ранения 22 убитых андромидон нет нет да он служил мне верой и правдой убил бы андромидона экспо но тогда мне пришлось с вторым паком разбираться а так труп ты не бросишь получается ход тратишь то есть я мог только черепашкой черепашка несла тело короче нет если вы лапа михаила он стал тоже полковником интересно как в команде шести человек уживается пять полканов кем они командуют бобер беглый огонь беру проверенные тем более жнец убобрать тяжелое ранение стаси с костюм адвента материалов дали говорят мало инжей научный отдел жалуются тоже все проекты завершить ясно завершите него про это последний у меня есть проблема с тем что имело рядом летает а я аватар сейчас погасить еще на какое-то время какое-то количество на 4 доступные ресурсы но ресурсы мне не нужны я лучше буду лечиться да 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 сейчас будет жёсткая ситуация перехват неминуем внимание приближается нло шеф мы засеклили нло в непосредственном близости мстителя он быстро приближается к нам дистанция 12941 мили Нифига себе, он находится Там в 700 милях от меня Какое? 13 тысяч миль практически То есть это Сколько? 2 трети экватора, да? Кто там вшарит Скорость 590 метров в час Миль в час Миль, конечно же, метров, это было бы круто Слоупок такой, но Пешком проще дойти Начинаю маневр у колонения У меня там ранение у бобра Это такая будет, конечно, беда Бесит то, что он в любом случае тебя найдет Но игра предлагает маневр у колонения Да-да-да, это очень похоже на какие-то, знаете Старые виндовские диалоговые окна Типа Показывается там окно И ты можешь фактически нажать только там Окей какой-нибудь, да? Или еще круче У вас не работает там мышка Нажмите курсор мыши на окей Чтобы продолжить Ну, какой-то троллинг непонятный Но я полетел Чего? Больше не на что Нечего жать Миша, не то, не то Его нет Улетай Садись Прячься Что ты его ждешь? Господи, что это такое? Так Призадумались Время идет 5 часов 6 часов Вот он летает Опа Можно было уже Короче Понеслась Синематик, емое Не зря деньги заплатили Кефирка, Снубас Это в километрах ты говоришь Там в милях было Наверное Ты проверь информацию Slowpoke Кажись не уклонились Да, действительно Вот он уже 25 тысяч Маневр посадки Бдыщ Ой Сейчас будет Самая жесткая Миссия в игре Самая жесткая Я на ней Я посчитал Лично, понятно Лично Ну, в километрах Причем, если в километрах Там написано было В милях Я в милях тебе и сказал Лично Шпиль нужно уничтожить Мы группа мариков Высадившихся Короче, хрень Сейчас Надо вспоминать На ходу все Разрешены Раненые солдаты Но Если честно Я что-то не хочу Сейчас брать Михаила Потому что у него У него будут Неполные хп Кажется Я не знаю Как посмотреть Этот момент Да 5-6 10 хп Это же мало Это очень мало Надо брать Другого штурмовика И вместо него Убирать у него Господи, что же ты делаешь Берем Второго Ой, как стремно Так, что у нас там будет У нас там будет Вообще жесть У нас там будет дичь Огромное количество Народу Самого разнообразного Нам нужен Псих Стасис Все доступные ресурсы Илюха Штурмовик С маскировкой Который пробегает Вперед Возможно даже Хэвика второго брать Вместо второго штурмовика Или даже Психа Давайте посмотрим Что там Дмитрий Михайлов У нас умеет У него Стасиса нет Понимаете Сразу минус Просто сразу минус Доминирование Да Но Стасиса нет Лучше штурмовик Моя же задача Прорваться к Шпилю Делают это Лучше все Штурмовики Благодаря мобильности И прочему И отстрелить Как можно быстрее Этот шпиль То есть Это самый простой способ Револьвером Там отстрелить шпиль Одновременно с этим Пацаны должны Тупо держаться Держаться Как никто Никогда не держался Я наверное возьму Так вот Патрон коготь Бронебойные Ой Это не так я сделал Конечно Это тоже не так Черепашки Вместо Нет пусть будет Пусть будет Жилет Хотя там Кто Там милишник же нет И даже Стасис жилет Будет полезней Да Вижу на снайперов Дайте дамажить В принципе Захватить человека Просто И вперед Можно пробежать Но это нужно Все равно Два хода Мне Ту-ту-ту-ту-тум Ту-ту-ту-ту-тум Пам-пам-пам-пам Крисолиды могут быть Я не видел вообще Их ни разу Такой миссии Второй штурм Без инвиза Да Может даже специалиста взять А что у него По персональным Боевым Воле Так себе Штурм Вообще Вообще Так себе Давайте уберем Реально этого штурма Это и поставим Даме Крит И возьмем Лучше Либо Брюса Либо Этого спеца У этого спеца Массовый хил Протоколы защиты Тоже Полезнее будут Я полагаю Окей Значит Две светошумовые Илюха Да-да-да-да Поехали Ой Это жесть Просто Анимисия Жесть Как она есть Чуть не сбила Еще стакан Синий экран Бери Там мехом Будет Поздно Слишком поздно Шпиль Надо вырубить Надо сейчас Посмотреть Кого В первый же ход Мы можем захватить Контроли вперед Оооо Реалистично Корабль Корабль не подгрузился Просто Ничего страшного Это норма Девчонки это другая миссия стоп а где защищать корабль то а вот он мой корабль здесь а тут уже враги там четыре турели стоят вижу андромедона короче короче андромедона схватая мы бежим вперед этим штурмовиком можем тот мой тут в один ход вообще можем все сделать то вообще даже них можем не ходить черепашка ниндзя пошла тихо ментом шум ментом 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 слишком близко не то а у снайпера кажись просто вижу на не будет хватать ли андромедона первый вопрос хватать ее моим самый плотный то чего хватаю ну с пулицей пак ну с пулицей пак конечно а ты что думал конечно с пулицей поехали 1 на мини доминирование не достреливает а нет все таки извините сообразили сейчас просто и да не доминирование нет все равно что за хрень все они отошли ой можно было не пулись это кого-то да точно нужно на базу вернуть тут народ толпень опять я попробую не так далеко подбежать за фулл кауэр да револьвер видит все еще одного о блин андромедон подвел меня а конечно туретки это хорошо безусловно мне вообще ничего не нравится из того что предлагают все вот эти вот опции они не очень можно конечно вот этих двух выманить сюда клоны так или иначе и потом серию снайпером выйдет наверное это самое разумное но как убивать андромедон не совсем понятно то есть понятно что нужно подходить так или иначе частью людей сюда штурмовик у нас будет под инвизом светить да давайте всеми перегруппироваться влево потому что приоритетно все таки защита базы но нам нужно инициировать в конце концов то есть сделать так чтобы кодекс размножился это раз у турельки два выстрела или один кажется 2 тогда постреляем а это надолго или все таки я хэвиком как-то цепану обоих маловероятно михаил маловероятно ну как маловероятно спанешь придется правда не в кавери постоять но четверка ты должен достать вот все таки 6 все таки вряд воодушевление возможно да толку от психа сейчас давайте вдохновим хэвиком подойдет поближе зарядит может быть даже до этого андромидона достанет потому что его армор и он сам представляет больше угрозы чем кодексы так отлично добегает до фулл кавера сюда я думаю достанет до андромидона но хотелось бы а он до двоих достанет отлично это да андромидон нам нужен поверь там будет столько материала для захвата поверь сейчас уже снайпер видит двоих плюс еще сейчас клон может появиться а 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 как мне быть надо поэтому попасть даже пусть это будет обычная туретка это было бы очень полезно просто тупо чтобы размножить хотя бы его а да что ж вы такие юркие то а надо дальней туреткой было это делать потому что ближние единственные кто может нет дальние тоже не могут хотя нет вот это может мажем уже четвертый выстрел 65 попал есть от кодексов предположим сейчас мы избавимся снайпером с высокой долей вероятности целой серии выстрелов ну от трех из них мы избавимся серия пошла а сто процентов раз 84 процента ой 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 ладно 84 тоже попадал сегодня молодец молодец 82 сзади не факт далеко не факт что саппорта делать а это протокол нападения я же теоретически андромедона вообще могу блайк как хрена звать его может блокировать не может ничего подходи пока на полходика и посмотрим куда ты сможешь протоколом атаки никуда вообще никого не видишь отлично я зашел прям прекрасно вообще лажа 56 процентов а андромедон же еще может закинуть меня понимаете вот кислотку там толпиться не стоит мммм ммм 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 мм ммм мм мм ммм ммм в ммм А часть теории можно перезарядиться, например, и сделать угол налево, для того, чтобы на Overwatch еще кого-нибудь с... Нет, перезарядиться не нужно. Можем из пистолета, в принципе, добить его. Андромитон меня видеть при этом не будет. Давай. И протокол защиты тогда из нем. Специалистам. На револьвере. Все равно ближе подходить, реально опасно. Револьвер стреляет 80% по этому товарищу. Бдыщ. Ё-ка-ра-саля. Отлично. Ну, тогда стреляем по этому. Последний выстрел, кажется, приводит. Фух. И за один ход, учитывая то, что у тебя 4 турельки, ты убил всего двоих. Два несчастных вообще кодекса. Это такой стыд. С богом. Надеюсь, Андромитон будет атаковать вышки. Овервотш пошел. От турельки нифига себе попадают. Какой урон он носит. Не убегай, друг. Я хотел... Он за поддержкой побежал. Скотина. Я хотел его поконтролить. Там кресолиды. Прав был товарищ. Причем два пока кресолидов. Ну, пока. Я подкрепа от Мстителя. Я думал, что будет больше сразу наставиться. Подкрепа из Мстителя прилетает. Кто это? Это Брюс. 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 Брюс хорош. Да, кресолидов видим. Я хочу сделать так, чтобы снайпер видел. Видел, куда ему стрелять дальше. Передатчик, чтобы он стрелял. Понимаете? По передатчику. Может, все еще общего и вида нет? Типа. Может, штурмовик его тупо не видит, этот передатчик? Да, он его тупо не видит. Давай так, аккуратно. Я не знаю, что справа. Оп. Ё-мо-ё! И по-прежнему он не видит передатчик. Снайпер все равно не на лайнер. Это капец просто. Просто капец. До Андромедона я не добираюсь. Так. Так, 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 так. То есть, с одной стороны, ты должен... Непонятно, куда поставить снайпера, чтобы он стрелял по передатчику. Передатчику не подходить при этом никем, желательно избавиться от Андромедона или принять его в свои ряды. Так, Игорь Андреевича, пожалуй, сюда поставлю. Господи. Да, протокол блокировки. Отлично. Как он и видит этого мэка? Вообще непонятно. Специалиста надо подводить ближе. А снайпера везти куда-то сюда. В поисках точки. А, нет, подожди, может именно сейчас угол сделать? Там мы на углу настреляем так, только перезарядиться надо. Так ты так и так на углу настреляешь на углу. Только этого убей, гада. Твоя свободная перезарядка. И угол, чтобы задеть вот это... Ой, ёппер, СТ. Машина мешает. Ладно, они там двигаться будут. Мне нужно избавиться от Андромедона. А он далеко. Он настолько далеко, что его тупо не... Даранжада его я не добегаю. Только турелька может пострелять. Можно, конечно, хэвиком... Это капец. Просто капец. Специалиста хотел подвезти. Потому что если те побегут, меня может реально спасти разряд конденсатора. А вот саппорта, нашего... Надо, да, надо подводить куда-то сюда. По такому лечению святошу. Капец, просто тут такая... Такая беда. Я надеюсь, что это worth it. Что хэппи что-то делать? Противника он никак здесь не увидит. Если мы говорим об укрытии. Может подойти без кауэра и пострелять опять какой-нибудь чушью? Ну, эта чушь... Пригодится в другом месте. Псих не может никак тоже поучаствовать. Псих я подвожу вот так. Пулкавр и поближе к Андромедону. Может быть, накрыть... Да, конечно. Конечно, накрыть. И так ты, конечно, достанешь. Брюс Овер. Саппорт наш подбегает. Это не саппорт был. Это специалист, который должен был подойти. Ясно... А, снайпером, все. Короче... Огру в очередь, пацаны. Тоже ворвочи, 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 ворвочи. С Богом. Мекки пошли. Все, с Богом. Где сказ, снайпер? Ёпресси-тэ. Сейчас будет много огру в очередь. Туретка попадает раз. Уклонение царапины по кроссалиду левому. Снайпер же и кроссалидов накрывает. И непонятно, почему не стреляет. Видимо, деревья. Вот, кого ты увидел, кажись. Да, это не он так. Такая армия кристалидов нападает. Ладно, на выводе сняли. Туретка контрольная еще там. Снайпер с углом. Вообще ни одного выстрела. Ой, там шар! Блин! Ну, сюда хэвик должен работать. Короче, забиваем на этот передатчик. Уже понятно, что я его сейчас в один ход никак не зарублю. Ну, кислоточкой здесь докинул. Не докинул. Погнемет как? Тоже никак. Надо хэвиком подходить. И закидывать осидку вот в эту группу. Это его очень полезное такое. Самое полезное действие, которое только можно придумать. Крисолиды не задеваю. Но главное уж вот так вот. Щитовика еще бы. У меня серия в откате. Капец. Ладно, держимся. Кислотный ожог. Тут еще разряд конденсаторов. В принципе, можно сделать. Но это лучше на фазу с Андромедона следующую. Светошум. О, слушайте, у нас же есть доминация, да? Доминирование. Кого? Нет, кристалить не подходит. Андромедон уже тоже. Вот щитовика было бы неплохо взять и задоминировать. Но здесь же есть еще черный разлом. Может, стасис и черный разлом. Черный разлом. Черный разлом. Два их заденет. Черный разлом не нужен против кого? Кого можно захватить? Ну, вот как раз сюда и... Или все-таки черный разлом сделать на более живых? Все равно не хватит... Нет, хватит на троих рейнджа. Я смогу тогда захватить всех этих трех. Проверка будет неплохая. То есть, тогда стасис ориентировочно на этого. Урон мы вносим в раз-два. Так, а на кого ты сейчас стасис можешь сделать? Блин. Плохо. Либо я подхожу и делаю стасис на шар. Наиболее опасную цель. Но тогда я не делаю никаких действий, в принципе, больше. То есть, не будет разлома. Либо я делаю стасис на Дермидона, скажем. И накрываю вот этих пацану. И пробую за ход убить шар. Очень интересная идея, Михаил. За один ход убить шар. Ну, турятки есть. Кто еще есть? Штурмавик с Брюсом ориентировочно отдыхают. А светошум на случай есть? Есть светошум на случай. Ладно, давай тогда сделаем опять этого несчастного Андромедона в стасис. Раз. Черный разлом. В надежде на контроль. Один кислород сразу умрет. А нет, смотрите, 3-3 по ним. Давай еще, еще, еще. Что-то есть, да. На какой-то эффект уже получился. Дезориентация. Может еще? Да, есть еще. Фух. Без психов, конечно. Паника. Панику Крисолида. А на верхнего, может, да, порадуешь? Убегает Крисолид в панике. Ни хрена, что я паника. Нет, на третьего нет ничего. Итак, у нас получается. Этот не представляет угрозы. Этот выключен. Шар топ-1. Приоритет, конечно же. Мэки пока еще... Так что я могу сделать с шаром? Мне нужно, наверное, специалистам сейчас дезориентировать и его, и... Да, вот предохранителем пытаться подходить, скажем, вот так, и накрывать АОЕ дезориентацией шар и щит. Чтобы не было щита, чтобы снизилась точность. Поехали. Разряд конденсаторов. Понимаю, что... Так, а протокол на кого? Нет, 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 зови. Что это без бонуса, что это фигово, и что надо было, конечно, делать это сразу на этих. Ну, да, пожалуй, так. Перегружаем. Хорошо. Дезориентация здесь. Дезориентация. Один хит осталось. Но это, может, туретка снимет. Как вы спулились-то, ёпро СТ? И фланг еще. И я спалился. Капец, еще сейчас пак сверху придет. Три оверохи, ладно, свалим. Ёпро СТ, как ты, как-то, как? Блин. Так, у нас тут уже Мэг рядом. Это капец, конечно. Это капец, это просто удаляй. Просто удаляй. Надо срочно там как-то вписываться. Может быть, Брюса даже артиллерийского залпа нет. Хоть не стоит нормально. Ой, там штурмоша надо спасать. Из оверохи выводить. Пофиг, там оверохи не работает. Или забить просто и штурмовиком милишного убивать. Ну чего, у меня тогда неуязвимость будет. Да, конечно, ты убьешь его. Думай, не торопись, не торопись. Возможно, последняя миссия вообще твоя. Клевая. Протокол защиты есть. Протокол нападения есть. Протокол нападения можно убить раз. Можно снести значительную часть. Это не накопадение, это лечение у тебя. У тебя человек ничего не умеет делать. Протокол защиты и выстрел, скорее всего. Вот все, что он может. Так, где у нас опять и крисолита. У крисолита что? Задебав это вообще... Он под кислотой или не под кислотой? Нет, он вроде в кислоте стоит, но может быть у него иммунитет кислоте. Ладно, так или иначе. Что мне с шаром делать вообще? У меня же еще шар. У меня же еще шар. Ёпрес, это... Так... Капец, я встрял. Снайпер не в позиции вообще, ни в какой даже близко. Поскольку эта штука восстанавливает по мере необходимости. Ни разу не пробовал. Ладно, давай начнем с наиболее вероятных целей. Ага, полу кауру 50 на 50. Отличная вероятность. Значит, это века-то надо забирать, ты же понимаешь. Попробуй. Рож! Потому что он сразу бы накинул всем пятерку. О, лут! А то редки-то неплохо стреляют по мэкам. У них урон по технике что ли высокий или почему? Нет. А, у него в принципе укрытия нет, поэтому видимо... Да, мэков, допустим, мы постреляем неплохо тут. Крисолит, допустим, не набежит. Шар! Шар это капец. Дезориентированный. А, шар дезориентированный, у него же способностей сейчас не будет, а он не зарядит. Попасть ему сложно, там полу кавера. Оцениваю угрозу адекватным образом. Кто тут у нас... Мэки у нас. У нас тут Мэки, и это проблема. У нас тут потенциальные фланги. Брюс что может? Брюс может кое-как кинуть гренку. Не очень хорошо. Потому что не достает. Но я хочу кинуть эту гренку, знаете почему? Потому что это повысит вероятность снайпера прострелить до нужной точки. Не только дэмэдж нанесем вот сюда вот в Мэка. Но и... Да. Единственное, можно же подойти, у него же нет артиллерийского. То есть, если я подойду, скажем так, у тебя фланганет глаз, а так, у тебя фланганут те, вот эти не фланганет. Вот так вообще можешь подходить. У тебя милишник тогда забреет. Он так и так забреет. Вот и поговорили. Едем чуть поближе, чтобы крисолиды все-таки задеть. Вместе с деревьями другими. Задеваем. Народу, конечно, тут масса просто. Крисолида нет. Расчистили очень хорошо. Сразу у снайпера столько целей открылось. Господи, чертовы елки. Только я квестовую все равно не вижу. Но поляна открыта великолепно. Да, и только у Брюса тоже укрытия теперь нет. И психа теперь все видят. Штурмовиком я никуда не ухожу. А это 100%. Первое утверждение. Второе утверждение. Снайперы видят только один... Только два товарища. Что по глазу. Мэка убьешь. Те Мэки далеко. Копейщик опасен. Погоди, погоди, погоди. Нужно сделать так, чтобы вот этот товарищ убил либо Крисолида паникующего, либо Копейщик. Или кого угодно, чтобы он убил. Крисолида убьет, но Крид. Мэк, нет. Тут тоже 64. Не очень. Не очень. Думай. Думай, 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 думай. Кто опасен? Опасен Мэк. Милишник. Потенциально глаз. Еще один Милишник. Еще Мэк. И потенциально еще три. Короче, все тут опасны. Стреляю. Короче, я туретками пока. По тем, кого вижу. И все. 75 Мэк раз. 75 туретка. Будь человеком. Шар Миша. Шар дезориентирован. Способности не будет. Точно сильно снижен. А, во. Протокол защиты есть же у меня. Еще. Протокол защиты. И в светошумовая. Можно типа кинуть еще в Милишника туда. А протокол куда? В Брюс или в снайпера? Я просто хотел снайпером пострелять. Так, здесь турель Иксчем добивает. Пробую попасть по Мэку. 75 опять. Молодец. Минус Мэк. Хорошо. Револьвер не саппорт. Еще одна турель. Но у нее с вероятностью уже фигова. Очень. И вот тут дилемма. Чисто в теории я могу на себя подкайтить. То есть подойти сюда, скажем. Стрельнуть по... Нет. Тебе нужно наоборот. Идти таким образом, блин. Чтоб ты подсветил на следующий ход. Или оставаться здесь. Или даже идти вперед и подсвечивать. Но там могут быть паки еще. Овервочи на тебя не сработают. Так что все ок. Револьвер стреляет или не стреляет? Револьвер гарантированно гуфнет. С метким глазом, например, того же самого копейщика. Круто? Очень. Достаться может револьверу? Может. Аааа... Блин. Блин. Черт. Ладно, стреляем туреткой следующий. Элитный копейщик. Или этот копейщик. Этот поближе, поопаснее. Поехали. Пять попал, красавчик. Взял бы турель с собой на миссию. Слушай, а может ты и второй раз попадешь? Ну и так, чисто по приколу. Да, да. Так, гарантированно тогда получается штурмовик добивает вот этого товарища. Да? Фух. Ох, отлегло. Туретка не может стрелять. Туретку я сразу на овер ставлю. Револьвер. Можно, в общем-то, и по приуратнику стрельнуть. Мимо армора. На будущее. Надо отталкиваться, наверное, от черепашки-ниндзя. Крисолит паникует. Этого мы гарантированно убьем. Но после этого за мной начнется такая охота. Потому что тут раз, два, три, четыре мэка третьего. То есть на него мы вешаем в любом случае протокол помощи. С ракет добавляем. Защитаем. Что еще можем сделать? Стрельнуть можем тобой разок. По элитному копейщику. Да-да, давай. Пофиг. Крисолида все равно убьет. Не убил. 66. Промах. У револьвера есть выбор. Мэг фуловый. Копейщик битый. Или перевратник половины хп. Это надо добивать копейщика здесь. Вопрос с перемещением или без? Скорее всего без. Потому что... В 84 еще можно промахнуться. Давай. Да блин! Нет. Так, ну тогда я думаю револьвером надо стрелять по копейщику. Что если он там оглушит, то это будет беда. Или как он оглушит? Там мясорубочка. Там у него узор. Или револьвера вывести пока что за кавер. И под следующие... Хотя бы под кавер вывести. Он отсюда уже сможет стрелять. Да, это полу кавер. А, и он из пистолета может пострелять отсюда. Доброе-доброе. Пшепше. Давай. 77. Можешь попасть и даже можешь убить. Еее! Но! Ни из-за того, что штурмовик не убил, это же не просто минус копейщик. Это минус один удар неуязвимости, да? Ну то есть, сейчас по нему будет проходить все без. Шар под кислотой. Паника продолжается. Кристаллида. Беги, маленький, беги! Беги, атакуй мэков! Мэки побежали. Сейчас будет, наверное, ломать укрытие. Надеюсь, просто стрелять будут. Потому что укрытие ломать это... Да, укрытие. Все. Штурм попал. Там протокол, конечно, есть. Там три выстрела от Мэка, это капец. Сопресс. Хорошо. Вот там еще крисолида. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихí! Четыре! А-а-а-а! Уклонение царапинок! Господи! держись черепашка не бэк вроде бежал влево бежал так этот летит стрельба по туретке со штрафом попал один хит оставил я живу так андромидон сейчас резерв еще подкрепа идет пацаны подкрепа 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 как же черепашки сейчас плохо наверно химик нужно так видит ли снайпер снайпер опять ни черта не видит то есть вот вот ту вещь он так и скорее всего хил надо будет делать здесь надо глаз будет убивать или даже вот так пройтись да конечно прошелся не надо кидать делать огнеметом вот так вот хэвиком и 2 еще выстрел пилить да давай я первый раз этим использовался и видимо в последний показывает что далеко типа разрыв убили андромидоном можем заблочить либо мэка либо андромидоном доминирование опа а может реально при вратниках минирование попробовать сделать 70 процентов между прочим а больше никого доминировать ну вот кроме крисолида тем более есть еще дмитрий михайлов подошел воодушевление если что запилив думай 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 погоди значит что тебе нужно тебе нужно избавляться спасать своего товарища не в первую очередь избавляться от левых это первый приоритет избавиться от левых мы действительно можем психом попробовать сразу сразу берешь и доминирование юзаешь 70 процентов вероятность хорошая а если получится это ух прям прям ухо есть есть получилось сразу под контролем ой сейчас развернем сейчас зомбарей по это самая дезориентация снята шарик шарик это отлично так сапресс надо будет снять далее я начну с тяжелых турелей потому что они видят только по одной цели это как бы не очень круто пусть стреляют по кому могут андромидон 85 молодцы турели конечно классно помогают протокол блокировки можно мы к 1 сразу же вырубить или например протокол помощи протокол нападения или протокол блокировки наверное все таки попробую черепашку сначала help на нее все равно это как бы половина хода а потом все-таки блокируем одного мэка ближнего все таки на два хода из кого зомбарей разберемся под контроль братчик не хочется ой я думаю что я не скликнул и взял все таки под контроль но нет оглушил на два хода так один мэк в минусе здесь ориентировочно хотел хилку кинуть турелька видит андромидона добивает его скорее всего да добили андромидоном и овервотч будет револьвер видит троих мэк которого можно просто сапресс снять крисолит да давайте стрелять по этому мэку причем с метким глазом 81 давай добро сняли сапресс нанесли 13 урона далее ем хил на черепашку есть тяжелая турель в любом случае овервотч тоже овервотч бриус бриус скорее всего подойдет вот сюда и зарядит вот на этих мэков греночку этот выключен да давайте так сделаем отбиваемся пацаны отбиваем свой тарелк так главным образом для того чтобы потому что их они куча стоят и армор что в снести там хоть и не надо все равно снимает армор правильно снимает один мэк минус дмитрий михайлов есть еще у него есть воодушевление я полагаю что нужно сейчас действовать с черепашкой то есть брать и убивать скажем ну это гарантированный глупо понятно что он паникует но я хочу все-таки получить статус неуязвимость ну и переместиться за кавр кстати за какой кавр ближе я спулю крисолидов не хочу чуть ниже воодушевление на кого можно на револьвера смысла нет на саппорт тоже ноженьку можно она стоит так опасно без кавра да давайте я и дмитрия михайловым подойду поближе и сэй и женька вдохновляем кот не тупи ну все пошел она боится больше чем не понятно так уже не есть возможность подойти по крайней мере за стандартный кавр не хочется отходить дальше потому что много полезных обилок которые чем с богом пацаны тут два мэка шар мой шар под кислотным ожогом но ничего я попробую его подлечить тоже этот ход еще пропускает сейчас будем прорваться к передатчику может овер там сработает все таки какой-то да 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 овер от спица хорошо восьмерочка но не достаточно хорошо что-то еще у и ауе по трем попал сейчас надо ультануть специалистам посмотреть как лечение массовое действует полу кавр отлично женька выжил сейчас спецом реально попробую вот эту вот обилку я ни разу не 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 видел да и надо позиции поменять чтобы не подгореть и взрывы дикие а культуем да то есть одну очку здоровья а то есть он просто просто а несколько раз даже шари хорошо и туретку еще лечит какая-то неплохо конечно даже а что он все все заряды аптечек потратил что ли а вообще не тратит заряды из-за того что я видимо далеко они там здоровые все 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 здоровые ну кроме туретки пойду я шаром шаром поуправляем открытие раковину слове с дополнительные способности до шлюз села разлом могут воскресить везде ага чё-то не на кого реально кастовать возьми лут шар поднимай поднимай не может еще но ничего не делает стреляют туретками потому что они как бы не достают большинство туреток не достает ни до кого поэтому если хоть кого-то они видят все и поехали к нашей цели заветный черепашка ниндзя подбегает вот он оказывается крисолиды бежали побежали вот и наконец-то снайпер видит снайпер видит снайпер делать первый выстрел на изи миссия просто изи мы когда только убить и на крисолидах не отдаться но и что я должен шар просто вперед лететь протокол нападения на этого мэка или на того это опасней поехали хэппи чем бы еще помочь будем давай хорошо было бы штурмовиком убить хотя бы одного крисолида так он может стремятся исправиться в жало туретка овер туретка овер туретка овер есть бриус бриус голографическое наверное на мэка надо все таки или упростить жизнь да давайте лучше упростим жизнь штурмовику нашему попробуем попасть по крисолиду и его попробуем добить штурмовиком с дробоша а тут еще дмитрий михайлов не ходил халява сэр оцениваем ой слышите мы же можем просто забрать и не надо торопиться тут 1 vs 3 сейчас будет черепашка ниндзя против трех крисолидов и не надо кажется что это может плохо закончится просто нет что может случиться плохого что у нее дополнительные действия ну тогда я стреляю пока столбы бах то есть и дуэлличка будет и сейчас еще передатчик легкий крок да легкий кротка это повезло черепашка под вдохновением чуть отступает нужно эвакуироваться копье псих пробивает броню так она не долетает сейчас просто ну помогут долетает но не в маке сейчас проблема я ухожу сейчас мэг может ауеш на сюда машину взорвёт и это будет конечно посмотри какой шарик это овервочит там там могут туретки еще пострелять шикарный яд крисолида тут помогают дмитрий михайлов штурмивка нет просто бежит вперед туретки прям tower defense отлично еще 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 накидываем накидываем ребята еще опа чумак а у я опять гада кто-то вернулся кто-то нет и подкрепу пошли подкрепу будет бесконечно поэтому надо сейчас смотрим кто у нас может эвакуироваться кажется все вообще могут эвакуироваться только шарик не может убедительно так турель не может турели стреляет по крисолиду до столиками значительно проще конечно тут и сам сам формат миссии меняется а мы постреляем прикрывают мое отступление забери шарик собою кстати может быть гуф ну какой-нибудь бак типа все равно достиг шар зоны корабля и это все это гага протокол нападения к этими улетаем я думаю что мы они от своих не бросаем это был бы косяк я думаю что тут частичная эвакуация оказывается нет поэтому отстреливаемся гремли лечение нужно протоколить протоколить отступающих хотя там все равно все вроде ок хэпич тоже отстреливается он попадет он убьет более того могу сказать с такой-то пушкой фью да чуть не косичную меня предупредили а то действительно я бы тут оставил трех человек за бортом все убегаем раз и даже дмитрий михайлов успевает на последнюю хотя чуть нет черепашка то вообще успевает 8 клеток запасом класс класс но интрига была конечно миссии это ого держись сейчас дропнуться они просто осталось ноль солдат прилетает неважно кто надо дропа хорошим сразу офицер два мэка третьих и милишник опасный и еще но не каждый ход насколько я понимаю как войска какие войска шарик шарик погоди нет берем шар шарик лети скорее только не овервочи на ка на рывке минус 40 еще там минус много хрен попадешь все никого не забыл теперь способность недоступная ой 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 что же делать нормально сон вход продержусь внизу нажми а можно так а все взлетаем шар берем с собой короче это победа уже дальше можно не продолжать играть сейчас попробуем по-быстрому до финальной миссии по-быстрому так исследование следовании следованием игнорим там всякие терроры прочую хрень шар куда-то делся ну-ка там скорее всего он просто остался то есть контроль утерян вижна нет и все это круто было когда особенно крисолит который в панике пулит еще два пока глаз я не этого ожидал от разлома а три ранения стандартных не тяжелых десяточку надо будет подождать скорее всего неполная численность сколько там по времени о не больше по залу тени исследования что все до кодекса взламывал сейчас нас идет ну даже есть вскрытие аватара только нужно два проекта еще завершить продержаться почему-то сельники ну что было шкафу то и взял доступные ресурсы главное сейчас поскипать миссии стандартные пофиг что там будут какие-то а здесь кто снайпер стоп это же уволенный мной мун сразу полковник он был сержантом две недели назад его инопланетяне тренировали не иначе как вообще я его увольняю и он и он полкан любопытно из армии вернулся как-то быстро он прошел обучение ладно я типа стараюсь лечиться психи получили умиротворение нулевой удар дмитрий михайлов евгения гусева рядышком тоже умиротворение стасис щит а на союзников да давайте стасис чтобы он и защитным таким был все врата изучаются аватар аватар мы можем выставить любой момент там ее запас 5 сейчас будет 4 скорее всего может 2 там и медленно я предлагаю сейчас до финал очки как-то дожить дотянуть и поехать так вернулась двоем еще один вот но ты единственная кто может выставить это ты знаешь я бы ехать себе если бы я могла Граница запрещена. Собственность готова? Готово. Квадрик свой посылает... Квадрик свой посылает... Это должно быть вставить самую сигналь, которую Кодекс использовал, чтобы пройти через Граница. Отлично. Давайте начнем. Мы уже видели Кодекс, открывая одинаковый рифт в поле. Я уверен, что твой устройство будет хорошо. Кодекс, открывая все вещества. Уже. Мы готовы записаться на всех спектромах. Угнивайте. Вдох. 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 Угнивари. Ты это? Мне кажется, что наш сигнал был получен, увеличивая мощность. Как в любом месте, в котором мы уже были. Или в любом месте, на Земле, по этому поводу. Может быть, это источник. Алинин должен получать мощность, если вы хотите. Сверху, без каких физических лимитаций. Только один способ узнать. Пойдем. Сверху, мы считаем на тебя. Михаил, готовься сейчас быть сюжетный поворот. Ой, сейчас, подожди. Так, у меня трансляция пикселит. Это точно не так, доктор. Процесс работал. Было время, когда устройство было между местами. Однако, когда это произошло, я не знал, что дважды, что мы не могли бы дать, что мы не могли бы дать. это получил массу, что мы получили массу. Появляли, что было в кости. Объяснить. докладывают пси врата что 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 дальше там трофейный костюм да еще 10 дней лечимся с одной стороны миссия халявные ну мне пофиг мне вроде как я могу так себе себе позволить а регион от каус о ее ей чушь и так быстро откалываетесь капец отлично отлично у меня сейчас просто апы на оружие минуснулись 3 апов это капец так а если мне где-то разведанные все обучение завершить завершена нулевой удар стасис наконец-то это может свечнуться фарм разведданных все равно не успею скорее всего да наверно стоит в любом случае помните говорили нужны радвиз разведданным до женька стасис щит запал безумие ну все здесь уже как бы последние приготовление у психов пять дней мне придется в любом случае миссию выполнить если я не хочу конечно без на финалочку лететь без модулей а это прям и по снайперу сильно ударит до разведданных и новые цели надо смотреть и за разведданными лететь материалы чушь ученый чушь инженер чушь нет самый близкий это ученый на самом деле потому что исследование сейчас идет я завишу сельской местности материала ерунда безлики в каждом задании не страшно скрытые события интригует поехали архонт вот он элитный солдат привратник тяжелый мэк ну привратник топовый все остальное фигня 11 человек и вот не могли сейчас разведданных дать реально на полноту миссию лететь вот это спокойно можно было скипать почему я щас не скипаю почему ты ее щас не скипаешь я не знаю так от советом пара докторов поставка материала в принципе можно пару докторов взять на бабло чтобы опять же скорость исследования проект аватар уже близко как бы мне не пришлось так исследование завершено трофейный скафандр чем андер команда экселент в км г и джошки матрешки называется альтабнулся короче отчет об исследованиях объект содержится в гомоноида знакомство становится еще иных там аватар короче сразу говорю и 12 дней последнее исследование так а точно действительно модули уходит хотя можно и без модулис это будет очень жестко конечно в плане аватар еще единичку добавляет так возвращаемся в штаб берем еще двух докторов за время прохождения майкера ни разу не было я перепрохожу игру этих миссий нет бывает ученого одного беру на 10 процентов ускорили а у нас два континента откололась а а а значит без бонуса забей не важно обучение стасису дмитрия михайлову не успею я наверно следующий уже пройти господи в тартарары просто мир идет уже обратный отсчет региона откалываются а я надеюсь на то что сейчас как бы хопа и миссии все о сизма имели носит небольшой нагарантированный урон применяет к цели эффект разрыв нифига себе первый раз вижу видимо открывается но очень поздно 13 дней можно мне сизму пожалуйста вскрытие есть вскрыли продолжаем ничего дальше мне не сделать и тут все сэр сэр тела сэр 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Берем разведку Бобра DimaTorzok Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 что эти 10 процентов если вот не так сделают андромедона я никак не убью в один ход и получу так архончик пофиг что я пропущу как бы ход получается вовсе наш клиент это миссия же делать он ли стал с призраком без понятия то есть я не хочу проверять сейчас лишь переигрывать придется понимаешь если если я окажусь неправ в каком-то моменте так андромедон придет в себя возможно придется здесь снимать снимать укрытие хэрик то нет чтобы снимать укрытие да это косяк 72 видите как и можно без маскировки подходим там пущу пущу все все лишь кавр будет вася туда ладно подходим архонтом ближний 85 без крита или выстрел с критом выстрел с критом на 10 процентов меньше класс да давай так только я не добил вы что очень плохо болен из маскировки тоже тут особо не выйдешь то есть можно конечно пострелять не хочется это в любом случае нам сначала нужно попасть фазу повернуть и потом архонтом получать у него урон на самом деле вероятность попадания довольно низкая и без того он там с руки 70 что ли 65 по архонту будет соответственно минус 25 еще для прохождения миссии достаточно же кнопкой на я стрелать и он попал перехвалил я архонтов но теперь он более маневренный метки глаз добиваем револьвером все перезарядочки едем дальше 11 человек до двоих мы только убили двоих только убили но не так по двое по трое будут до конца поехали пробегая подальше штурмовиком штурмом в упор двойной выстрел ваншотит это понятно но он же был я не хотел в общем его открывать пока что стоит ли ставить угол сейчас да почему нет поехали как раз три выстрела и сделают должен снайпер если они резко не уйдут в ночь а есть постреляем они просто при всем желании даже не увидят никого они могут увидеть только архонтов потому что болеем ну реально чего ты делаешь на да я видел сейчас мутоны побегут будет попроще далеко говорит димакс почему нормально все первый пошел ну и второй встаем 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 револьвер а а ладно а там еще бочка может серию тогда начинаем с бочки это раз сразу минус один мутон тут копьё бы зашло хорошо а только подойти поближе класс разлом может можно безумие сделать на дармин ну вот он тоже может быть контроль или паника качаный псих конечно до паника пошла надеюсь он не будет отстреливаться убежит куда-нибудь будет отстреливаться гады серьезно архонт может взлететь бобер может пострелять револьвер чего ты же не дострелял а серия по бочке не считается очень интересно спасибо тебе за ценную информацию буду знать теперь капец бесит о там новый пак это провал не дай бог сейчас ранение по получаю видят разве что психа и наверное я не буду вообще-то высовываться можно конечно было сделать крюк тут пдыщ пдыщ сверху сразу двойным выстрелом но это чушь чини чушь хорошая тема но не сейчас следующий хак стрельте по архонту прошу вас паника у мутона а тут кстати не вид даже психа то есть от андромидон психа не видел когда я психом повторил видел только мутона иммунитет иммунитет горению а умный вообще класс видишь чё-то чё что не свалилась скотина архон держится к нему подходит его друг архонт скажите что мимо промах изи час бах 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 так о ух ух у таки чё-то баги на этой карте выделим ой 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 по щи я прям ёкнуло в груди сердце ария вычи стреляет это мужик архон свалился этом след за ним еще псих ой хорош 19 критулечка вообще прилетела самого начала карты андромидон недоумевает 2 еще раз зарядим раз уж они тут такие красавцы а всех к стоит разлом подыщу мутон улетает прям туда бобер сидит ждет бобер терпелив может сможем как-то его иммунитет на пси нет синяя забирается наверх к архонта будет по нему стрелять конечно же держись архонтик есть место штурмовика подошел бы хэрик даже лучше например я взял фактически штурмовика для разведки а всю работу выполняет архон а мне не хочется еще выходить из инвиза как бы хотя может быть и зря ну пока еще рано на самом деле выходить из инвиза опять промахну там архонта кто-то попал так архонт видит кого-то с фланга это андромидон оказывается но почему-то а как он его с фанга то видит вообще лучше не вдаваться наверное подробностям так или иначе это фланг револьвер видит троих верно проще всего этого андромидона добить и вероятность выше и здоровье мало и он сам подбежит в конце концов там сражаться бобер все еще спокойно так себя ведет притих да я не хочу подходить по тебе тебе хочу 100 мархончик выясняет может overwatch кстати сейчас работает гениально 70 где-то они какой 70 процентов вся точность попадает обидно об а это overwatch нормально девятка псих причем не качественный псих то есть там точности очень высокая с руки сейчас опять будет жалко ничего сейчас милишный пойдет он влево пойдет правда к сожалению время у меня будет я наверное сделаю крюк все-таки погоди ты лезть вперед что ты делаешь андромидона убьешь получишь милишного сначала получим милишного пусть он тоже в обход идет сколько один хит бывает здесь копье напрашивается по идее копье сразу по двоим соответственно и архонта можно добить штурмовиком добро вот штурмовиком я не буду лезть ну то есть я буду лезть но не так как просто стрелять буду возможно двойным два раза по 92 или два раза по 77 два раза по 7 7 в смысле один раз по 92 или 2 по 7 7 бах добра все мы ждем когда вот эти вот товарища обойдут и кстати какое количество народу получается архонт мой андромидон раз потом был следующий пак кто я уже не помню 2 мутона андромидон это 5 и слева андромидон архонт 7 то есть получается еще три четыре человека этот тупит простреливаем андромидона критулечка револьвер молодец очень результативный по дамагу то что надо и разок выстав бах так это первый андромидон второй вроде как должен был слева идти лучше-то под задержался может потерялся просто я подхожу подхожу но он же плотный он так и у него быть здоров нас кировка если что есть захожу снайпера скорее всего надо будет завести на вот эту крышу 78 приблизительно посчитал и так сойдет немножко стремновато конечно запрыгивать но я запрыгну слишком уж хороший вид и должен открываться сверху до снайпера по-прежнему ничего не видно а вон иммунитет вон там где-то горит заходим вон он стоит понятно а где 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 этот а он убежал просто за подмогой я понял тебя тупо свалил и туретку я при всем при этом не вижу из-за видимо вот этих вот штук хожу здесь отхожу от револьвер видит а нет вот он ой 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 стасис конечно стасис конечно стасис болин отсюда вижу фух остается только на своих класс он заберется ведь гад не давайте лучше снайпером отойду вот честное слово кого кого пусть он лучше на этого бежит да вот сейчас бы ударил как повезло ого и тут овервотч такое психо мясорубочка 2 ты класс хорошо что снайпер увел прям хорошо добро добро бобро одиночного выстрела хватает 19 урона реально там с ракет можно снимать с одного с одной серии так бобром аккуратненько чтобы не заразиться подходим просто подсветить все и слава богу ревыч видит турель 88 меткий глаз мимо ларбора ваншот и должен нет хватило минимальный урон там 14 12 14 него было так да получится конечно получится болин и вот тебе нужно было в конце концов по аркадить зачем тебе это сейчас стасис тратить на своего чтоб турелька шальным выстрелом не ранила мне бобра едем дальше осталась туретка и последний пак внутри ориентировочно свободная перезарядка выстрел минус скорее всего с маскировку врублю только наверное перезарядиться стоит сачалом перезарядка маскировка и женку подводим вот вижу одного архонта вижу пульт сейчас я предлагаю бобром идти просто еще два мэка ну типа можно добежать нажать кнопку и будет профит я попробую так проверять не хочется вы бы знали я могу спалиться 78 катился откатился ну тогда давайте аркаде просто точно аркаде там еще яд там же еще андромидон стоит вот чем дело я тебя подойду лучше так надеюсь не спалюсь как обнаружен протянет да там нет подождите откуда здесь андромидон видимо сюда прибегал и убегал вовер 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 а чё снайпер снайперы видит между прочим метки глаз архонт 81 not bad я в общем то могу убрать вообще кого угодно могу убрать беглым огнем два раза по 83 давай бдыщ еще разок михаил михалыч вообще все защита на один ход но там еще же у меня псих есть который а давай стасис тогда архона повесим чтобы ход не терять или безумие да не стасис тебе не нужно всех убивать просто взломы пульта гг там еще яд я не хочу рисковать кто вдруг победит на бенове или секрет отличные вопросы к ответ очевиден страны вы стрельба но товарищ неуязвим поэтому бомби не бомби неуязвимости штурмовика за счет убийства в прошлом ходу снайпер должен снимать архонта я полагаем добивать его можем даже устроить серию тем более ты видишь только одного красавчик так ну тогда давай сделаем огонь души мне было важно твое мнение и от балды navi от балды просто я не знаю сейчас этим секрет играют и как нави играет какие у них там составы и прочее добиваем архонта сто процентов от револьвера лут который кстати бобра может тут же тиснуть у него другая задача должен мэка убивать тем более что мэк накосячил бегл огонь вплотную 90 2 раза по 95 50 процентным критом такой урон колоссальный по мне так вместо жнеца этот ну отличный скилл просто такой стабильный понятный просчитывает хорошо ну то есть под по дпс у мало кто устоит после двойного выстрела что я думаю что час 88 да так она есть да первая часть финал очки закончилась осталась последней миссии жнец учитывая слабость мечей действительно смотрится как недоразумение ну да вроде меч топовые а он ни в какое сравнение идет с дробовиком с вкупе с критом фиарбрэнт из-клэритер серп meeting limited resistance Доброе утро, доктор. Да, кажется, что ответственность вызывает эффект. Шэнн, статус, работает ли это? Адвент нам уверен, что этот раз будет доступен к всем гражданам. Время мы идем в госпиталь, чтобы больше. Дорогие граждане, за 20 лет мы поставили нашу вероятность в Адвент, в Элдерс. Потому что надеемся на светлое будущее. Сегодня наша вера будет вознаграждена, друзья мои. А, все уже, это было. Опа! Миротворческие силы Адвента преподнесут величайший дар старейшим людям по всему земному шару. Это революционная генная терапия, исчезновение всех болезней, конец боли, страданий. И наступает заря новой эры для всех нас сегодня. Текст поразительный, с картинкой сочетается, поэтому выясненную человечество займет достойное место среди других рас во вселенной. Опять негры. О, улучшенный прицел. Это, кстати, последний ап, который можно было при вальеру дать. Улучшенный прицел. Но, кажется, там у него заблочен как раз прицел. Нет. Ха! Пять процентов выиграл. Топич. Хорошо, летим дальше. Тридцать три человека. Элитный копеечек, привратник, рисолит, архонт, мутон, тяжелый мэк. Андермидон, кодекс, эктопод, проект Аватар. Задача взять штурму. Перерыв. Командир, мы не можем позволить, чтобы эта операция уходить от нас. Даже если это означает, чтобы отправить наши болезненные силы обратно в кем-бат. Мы должны успеховать на всяких ценах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Финальную миссию... Ранил солдат. Что я хочу? Я хочу взять только одного все-таки психа. Дмитрий Михайлов пока у нас остается. Бобер, да. Евгения, да. Револьвер, точно, да. Обязательно хэпич, чтобы один СНГ хэвик. А вот последнее место вакантно. Наверное, все-таки специалист. Специалист на атаку которой. Блокировка, конденсатор, страж. Он тоже не очень хороший, конечно. Можно хиллера взять, спеца. А можно вообще без специалиста пойти. Не, ну как без специалиста? Аптечки все равно. Ладно, этого специалиста возьмем. Эту уберем. Кого взять, ребят? Можно, в общем-то, Дмитрия Михайлова взять как героя. В прошлых частей. Тем более у него есть... Ой. Да, у него есть и тоже майн-контроль. Поэтому... Вообще ему светошумы лучше взять еще один. Но светошумы нет у него. Надо снять предметы. Снять броню. И, возможно, еще... Призрака того же самого дать револьверу. Раз. Топ-гир. Психу тоже. Хорошо бы мобильность. Дмитрий Михайлов в призрака одевается. Крит надо взять для штурмовика. Светошум. Бобер у меня без крита. Это косяк. Патроны коготь ему. Светошум Илья. Бронированные. Медикит. Огнемет заменил. Даже на обычную ракетную установку. Так, 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 так. Да? Два психа. И всех остальных по единичке. Получается. Поехали. Последняя миссия. Вы помните, да, наверное, как эта миссия идет? Вначале так размеренно, спокойно. 50 times. 100 раз. Мне до сих пор поражает перевод. Там пробелы не проставлены в некоторых местах. Вольный перевод, короче, вольный. Но денег заплатили за него наверняка. Это была прическа, такую же сделать. Дай им hell. Пафос, пафос. Самое время эту миссию мне зафейлить. Чо, мантра. Чо, мантра. перекрещена работа программы приветствую произошла ошибка иксом будет закрыта хотите отправить данные об ошибке следующей информации господи что что это что это качественный продукт окей посмотрим что там по сейву теперь железо на целевой аудитории сказали разрабы и стандартные железы напоминает за историю словами что-то как-то халатно относится к этапу тестирования разработчики последнее время ладно у нас на сайте как бы вы знаете как процесс идет вот кстати айфоновское приложение тестируем полсотни подали заявки если хотите если у вас есть айфон и вы хотите приложение для просмотра трансляции напишите просто на ios собаках game точка рук сейчас посмотрим где сейф последней миссии хорошо как вип надо менять твою шуметь так да 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 дмитрий михайлов взять предметы снять броню это да это да возможно кстати револьверу не дал меткость еще без 15 дал хорошо здесь армор и менял и менял патроны армор призрак патрон и коготь ок дмитрий михайлов кажется тоже армор и оснащение кажется светошум я хотел бы брать или аптечку м сейчас по-другому захват будет не переживайте там опять сбросились настройки тоже минус давайте женьки тоже я все-таки возьму призрака для мобильности слот 1 потеряю но илюху я с собой все-таки возьму тут и 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 сейчас начинаем да вы что еще кат-сцены не скипают мур зачем ну взлом сектоподов ломать реально не пропускается бы escape не слышал куда так спешишь ну во первых не нет уверенности что сейчас опять не вылетит для начала и как бы я недоволен как покупатель я же купил понимаете как ничего не говорит он не сказал даже good luck чо мандра сейчас рассинхрон у тебя чувак и сейчас они знают право адвент – это ложь, и их время улетает они имеют полноценную войну на их руках во время алиэкспресса трудно сохранить наш мир мы сделаем их движение это не будет легко но ты упал на это ты делаешь то, что нужно Ооо, загрузочка вроде пошла. Ребята, живем, кажись. Отлично. Отлично. Итак, для начала я верну настройки. Все видео, они сбрасываются после каждого перезапуска игры, чтобы с курсором было все ок, и вы видели адекватную картинку. Отлично. Теперь, путь до главного этого здания, он тернист. Он долг, на самом деле, в первую очередь. Поэтому главное и держать ритм с одной стороны, и ни в коем случае не потерять там лишних ракет, не дай бог ранений не получить. Может быть, стоит кого-то взять под контроль, причем, скорее всего, даже безумием пытаться это сделать. Ооо, аватар командира, отлично, это я. Копье, пространственный разлом, ну и характеристики там дикие, конечно. Меткость 100, воля 150, пси-сила 200 и клонение 25. Крутой. Ой, не туда пошел, не туда пошел. Все. Подводим Дмитрия Михайловым и Нифанду, собственно, тоже. Ой, револьвер в старом арморе. Сектопода слышу. Давайте посмотрим сначала разведчикам. Ооо, там уже, типа, палево. Давайте вот так. Оп. Оп. Не понял. А, там, может быть, алерт был из-за того, что я там мог разбить что-то по дороге. Предлагаю пройти вперед. В этот раз на полный ход. Чтобы... Ну, я же все равно никого не вижу там дальше. Вообще, на полный ход никогда не стоит ходить. Хотя бы парочку-тройку пацанов вставлять на оверс стоит. Близко, очень близко. Может, они просто в верхней части этого здания находятся. Похоже, что да, стоит проверить. Оп. Ничего подобного. Наверное, подходим. Раз. 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 Слышите, вообще повсюду они, повсюду. Он слева, может быть. Да, за углом. Но я бы тогда его через открытую большую дверь бы увидел, наверное, когда он сюда подходил. Вон он где. Ага, тут масса мэков. Просто масса мэков. Дмитрий Михайлов инициирует промахом. А кто там? Мэг один второго левела, мэг третьего. Еще один мэг третьего. Овервочится один. Тут револьвер, видимо, видит. Бах. Девяточка, простреливаем. Минус три армора, отлично. Хэпич там. И еще какой-то овер, видимо. О-о-о-о. Это Чомандр. Тоже точно. И последнее. Там два хита осталось буквально. Если Женька снимет, то будет вообще хорошо. Отлично. Так, один мэг того. Один на овере. Оказалось, что там не три человека, а четыре все-таки. Сейчас попробуем специалистам лмануть. Ну, взять под управление. Револьвер, правда... Можно просто уничтожать. Хотя нет, уничтожить мы всегда успеем. Попробуй сломать. Там овервоч. Ладно, просто уничтожай. Заодно проверим еще... Не хочешь? Может, пси-разлом только по биологическим действует? Нестабильное завержение. Урон на ходящей зоне может быть совершенно дезориентированной. С естественной энергией. А, минус два. Двух мэков сняли оверами. По всем говорят. Но почему-то он не хочет. Он говорит, что, извините, Вижен, говорит, нужен. Нет. Поехали. Главное овер снять и двигаться дальше. Оп. Овервоч сняли. Отлично. Копьем еще одного добьем. Не, ну, чамандр, конечно, дикий. Вы видите, что он творит. Наверное, в Соленово вообще можно пройти. Надо подходим просто. Только не бобром. Сначала... Чуть-чуть по ближайшему. Револьвер не видит нифига. Его бы вывезти. На этот ход я не успею. Ладно, соточку снимаем этого мэка. Незадачливого. Захвата, как вы понимаете, не будет. Уже некого захватывать. Секто-повод. Секто-повод. Секто-повод близко. Ну, разведка есть, опять же. Можно даже чамандра подставлять, он же еще регенец. Он дикий. Он псих. Проверяем. О, кого-то я и видим. Да, секто-повод. Два мутона, два мэка. Револьвер там видит, как? Видит одного. Но... Я думаю, это угол. Постараемся без. Давай аватаром командиру лучше. Инициировать. Если получится. Не получится. Окей. Может быть... Нет. Да ладно, поехал. Я могу обрабатывать это. Револьвер пострелял. А револьвер там мимо брони должен зарядить очень хорошо. Нанеслась. Потом разберемся по факту. Раз. Девяточка. В стенку попал, припосмотреть, как он стреляет. Следующий, следующий, Ревыч. Давай, не подводи. Два. Зря эти прицел на пятнашку давал. Ну где, где еще? По сектофоду не стрельнул. И эти на два овервоча. Отличный угол. Ну хотя он будет действовать еще дальше. Так. Стасис. Я буду стараться использовать скиллы, которые не требуют... Которые не одноразовые. То есть... Командор... Никого не видит. Никого, я-мое. Плохо. Давай, призрака. Хочу сюда подойти, просто достать копьем каким-нибудь или еще как-то. О, видит. Кого? 65. Давай, может, безумие. В реале можно было бы стену в этой базе снести и затопить всех водой. Наверное. Паника у Мутона. Жду от него каких-то креативных действий. Может, овервоч там. А, они же по-своему, типа, не стреляют, да. Он, типа, свой остался же. Он новый пак приведет. Он по кому-то стрелял, критонул, снял армор. Это даже... Я даже не знаю, как... Как это так получилось. Ну, прикольно. Дмитрий Михайлов может, в общем-то, воодушевить нашего Чумандера. Я хочу его подставить. Чтобы он тупо там пострелял, потому что сам Мутон он... Бобер не палится. Здесь протокол защиты, скорее всего, от того, кого... Кто... Ну, единственный, кто виден. Здесь точно овер. Смерка ты никак не достанешь, да, конечно же. Так, аватар, командира, вдохновляем. Я хочу подставить его под Мутон и под Меков, чтобы... Он потерпел. Воу. Другое дело. Да, вопрос только куда. Иди. Кавров нет. Вообще кавров нет. Плюс там два овервотча еще от этих. Контроль над разумом. Если я подойду теоретически вот так... Смогу взять Мутону под контроль. Меки меня видеть не будут. Изи. Защитный чувака в маскировке. На маскировке я вроде по специалисту стрелял. Делал защиту. Могу ошибиться, конечно. Ну да, зеленый фейспалм стоит поставить. Как бы это... Да, действительно я поставил не туда. Сектопот не действует. Мутон под контролем. Этот паникует. Может, грянку кинешь в Меков? Еще один Мутон. А вот еще пак Мутона. Снайпер. Отлично. Ну, он где-то... Где-то нашел вот в этой глухой стенке просвет. И попадает. Удивительно. Он сейчас все патроны расстреляет, я уверен. Оставшиеся там четыре у него, что ли? Уже три. Ой, это кто? То ли Милишный Мутон, то ли... Вот еще револьвер. Зачем тебе Мутон? Шар же надо было. Так там же контроль с КД у этого. Это не псих обычный, а... А чемандер. Я возьму себе шары. Это же не та способность. Она сжатая. Четыре или пять ходов, она откатывается. Револьвер продолжает. Неравный бой со стеной. Мутон молодой. Слышали. Слышали. Поджог, поджог, поджог. Все, горим. Вот те и без ранений. Подставляю аватару. Вон, четыре хода откатятся. Если чуть подойду, то смогу черный разлом скастовать и на Мэка дальше. То есть, задену и Сектопода, и Мэка. И учитывая то, что это все должно пройти мимо брони. Может, получится хорошо. Да. Черный разлом пошел. Они же предлагают другой путь. Я не слышу. Что-то мои враги говорят. Предохранитель, скорее всего, тушиться должен. Здесь бы все-таки не пожалеть и хэвиком как-то армор снять. Сектопода. Можно просто пострелять. Это хороший вариант. Тем более, только до него он и достает. Стопроцентная точность. Минус три армора. И урон какой-никакой. Отлично, хэпич. Зарядил. Как же я не хочу подходить еще ближе. Может, копьем? Копье тоже откатится. Если бы можно было выйти на линию и сделать копье. Но я подставляюсь. Ладно, давай. Как получится, так и получится. Интересно стать своего от огненного урона защищает. Любопытный, кстати, вопрос. Скорее всего, ну, нахота точно защитит. А вот снимет ли статус? Это хороший вопрос. Так. Пострелять можно и, скорее всего, даже нужным. Тяжелый мэг. Серия овервотч, скорее всего, будет. Сейчас опасный, на самом деле, момент. Понимаешь, что это ради одного выстрела я делаю серию. Но... Да ладно, он еще не умер? Капец. Может, бобра тогда... Бобер убьет сектопода. Давай. Выхожу из инвиза. Раз, крит. Стреляй, стреляй, стреляй дальше. Сектопод. Может, он еще с плащем того добьет? Мечты, мечты. Здесь добиваем мэка, который поблизости. Раз, критик. Я и убил дальнего мэка еще при этом. Можем заблочить этого мэка, в общем-то. Так как бы это сделать, чтобы не нарваться еще на мутону. Да, пробежать вперед, чтобы нарваться на мутону. А, ты горишь, ты способности не можешь езать. Слушайте, я тебе предлагаю отойти. Честное слово. Будет стрелять по этому, это одно дело. А ты сейчас со своим... Короче, ошибка это была. Надо было отступать и лечиться просто. Ну, с богом. Там четыре мутона, мэк. Мэк видит только одного. Паника снята. Или снято. Снято, конечно же. Помню, ты горишь. Я вообще горю. Ой, опасно, 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 опасно. Сейчас АОЕ скорее всего будет. Он не стал бы так подходить просто так. О нет, о нет, о нет, о нет, о нет. АОЕ. Так, мимо одного. Точно. Вообще промазал по всем. Мутон подходит. На рывке подошел. А этот тоже, наверное... Нет, этот будет стрелять. По Чамандру будет стрелять, Овервоч. А ты по Чамандру будешь стрелять или Овервоч? Что-то мутонов развелось в последнее время. Посмотрите. Куда ни глянь, везде мутоны. Чамандр держится. Да, отлично. Да, спокойно. Ковра нет у нашего спеца. Захватывать их не хочу. Я бы вот прошелся как-то... Углом. Не тратя при этом... Да, только там Овервоч. А копье как? Копье на одного. Нет, у тех мутонов надо сносить кавры просто. То есть нужно тупо АОЕ. Сейчас бы серия пригодилась. Револьвер. Надо добивать. Это мишка какая сложность. Четвертые. Ну и без сейвов. Так, Бобер может пострелять. Причем Боберу нужно стрелять. Потому что как бы у него неуязвимость. Только он видит всего одного. Но он как раз может бежать, невзирая на Овервоч. И скорее всего я так его и... Подведу. Стоп, у тебя нет защиты от Овера? Я с этими тремя разведчиками уже... У него не было защиты от Овера. Какое-то очевидно. Убиваю мэком. Это ранение. Жалко. Теперь хэвик типа может подойти спокойно. Сделать там свой... Свой вот этот вот скилл. Только на двоих. Кто опаснее? Дальние скорее всего поопаснее будут. Хотя... Не, почему? Это его полу-ковер. Это какой-то полу-ковер. Ты не сможешь задеть прям двоих одновременно. А здесь сможешь. Давай, так ли так. Убираем армор, убираем ковер и стреляем. Коверы не убрались. Капец. Один стасис есть. Я не добегаю ни до кого. Господи ты, боже мой, что я творил? Протокол. Возможно. Может вдохновение на хэвика и зарядить туда все-таки грянку? Да. Так будет меньше риска. Только не фандой вдох... А, только не фандой. Тогда не факт. Потому что я тогда ход потрачу. Полностью. А что по точности? Точность не очень. Не, хэвику нужно. Хэвику нужно давать ход. Хэвику надо давать ход. Хэвич. Ох. Да-да, действуешь так, как будто умутонут в Кингран. Я и хочу, не хочу их оставлять вот сейчас. Ой, огнемет не заменил еще. Капец. Поэтому я хочу сейчас прямо вот их убить. Снять армор, снять укрытие, убить одного. О, пофиг, что тратится граната. Жалко, конечно. Потому что они... Но так они, скорее всего, просто этот ход не переживут. Вот и все. Дальнего отстреливаем Чумандером. 90% Чумандер! Подгорающий убиваем. 98 убиваем, слава тебе, Господи. Так, Адмитрий Михайлов. Просто подходит, если что. Наверное, огонь, ожог души нужно делать. Сколько там он? 6-8, гарантированно, окей. Надо бы сейчас хилку сделать. По крайней мере, на штурмаша. И это только разминка. Дальше будет жестче. Свалился, классно. Дальше вообще будет жесть. Нужно шарик захватить обязательно. Шарики, они плотные. Они... Все, это последнее. Догорело вроде. Мадама. Эффекта уже нет. Надо полечиться и перезарядиться. К Бобру подхожу. Я не буду делать сейчас пока маскировки, потому что там маскировка реально может помочь, очень сильно помочь, может в ответственный момент. А пока есть у нас аватор командира, который и точный, и ловкий, и способен регенерировать. Лучше его пока использовать в качестве разведчика. Мутоны. Мутоны милишны справа. Вот это вот характерный. Хотя мне же не обязательно их всех убивать, правильно? Подходим. Никого. Резарядь. И там будет ничего лишнего, чтобы убить. Ой, зря я сюда привольвера подвел. Резарядь. Я иду. Что там? Ладно, и так сойдет. Отойду я лучше от горящих блоков. Мало ли что. Справа. Забей. Опа, пак. Много народу. А, безликий этот. И мутоны такие. Мутона, кстати, одного можно захватить. Ну, только Чамандром, опять же. Можете, не стоит в этом ходу им захватывать никого. Ну, потому что, как бы, да. Потому что, как бы, близко слишком. Навалятся и... Всей гапшой... Убьют. Лучше я снайпером, опять же, перезаряжусь. И буду их на овервочах... Ловить всех. Понимаю, что коверы не решают, но я хотя бы сделаю так, чтобы... Им нужно было... Подойти. С богом. Ох, сейчас будет. Такой огонь. Но не должны добежать. Максимум, кто добежит, это парочка до Чамандера. Начинается овервоч. Ревыч. У Ревы 6 выстрелов. Я думаю, что все, да, все он выпустит. Мутон там прям разогнался. Остановите его кто-нибудь! И тут хэппич такой. Все, минус один мутон. Во второго уже пошел. Там сработал страж, что попал на овервоч, 50% вероятность и продолжность. Михаил тут вряд ли попадет с дистанции с такой клевой. С дробаша. Продолжает бежать. Конечно, в ярости. Беги! Револьвер тебя ждет. Вот еще разок, Ревыч. Так они классно бегут все-таки. Бах! Девятка. Пробегая, там стилка горит. Он в окно прыгает. Какие фотографичные. Но он на рывке вроде, он не должен. Что, второй раз еще? По следующему. Бах! Десятку. Дмитрий Михайлов. Троечку промах. Это тир. Не должны, не должны. И безликие еще сейчас. Но это вообще овощи. Револьвер продолжает отстреливать. Два десятка на скотину. Тут бы хорошо стоял штурмовик с мясорубкой. Представляете, там бы еще надавал в мели. О, поэтому безликому что? Не алло? Нет? Не попали? Не могли уж у него патрон закончиться. Револьвер, ну смотри, какая штука бежит. Нет. Так, ну захватывать мутоны я не хочу уже. Потому что... Они уже такие... Битые. Михаил бежит вперед. Свободная перезарядочка. А хотя, почему нет? На халяву уж я могу почему мандерам захватить? Че отказываться от халявного мутона, правильно? Вот, пожалуйста. Разлом же. Ты тут спокойно убиваешься. Даже вручную. Любого с одного выстрела. Нет, вот этого. Безликого второго из двух. Бегал, огонь. Пошел. Раз. Вообще, штурмовики с двойным выстрелом. Это, конечно. Та, еще имба. Безликий. Давай. Там кто за стенкой, я его не вижу. Вот это проблема. Но, учитывая то, что есть психи, стасис и... В конце концов, можно подойти и пострелять. Наверное, кем-то. Ну вот, хэппичный видит его. Это берсерки же, а не мутону. А какая разница? Мутон у берсерки. Все равно мутону. У тебя был единственный шанс в игре применить нормальный огнемет. Да, это... Я умею так... Возможности все профукать. Так и живем. Убиваем. Безликого. И в результате у нас получается... Есть мутон. Ручной. Который... Который за нас будет делать разведку. Спасибо ему за это. Я, наверное, подлечусь все-таки... Саппорт. Жалко заряд аптечки. Но если вдруг с ней что-то случится, мне никаких зарядов аптечки не способствует. Так, мутон под контролем. Сейчас, наверное, влево будем уходить. Так, там кто-то еще. Так, у меня там Overwatch вообще есть? Есть какие-то семьи. Там Мишгану нужно отбиваться с... А все? Фух. Вот он побежал. Он же не навсегда ручный. Серьезно? Ладно, быстрее в расход тогда его. Есть там кто из врагов? Пока не вижу. Вслед за мутоном идет Чумандр. Потом Бобер. Ну и все остальные отцегиваются. Чумандром на три хода захват. Зато откатывается отлично. Даже если он придет в себя, то скорее всего на того же самого Чумандра или на этого побежит. Там и на Overwatch может, и на мясорубке, и не факт, что убьет. Надо его использовать сейчас эффективнее. Пробегать как можно дальше. Как можно дальше. Единственное, что с корректировкой какой-то, чтобы он мог после половины хода как-то... О, он справа. Я про это говорю. Можно уже Архонта захватить. Но Архонт слабенький. Лучше ждать шарика. Ой, как далеко же Женька здесь, а? То есть, только револьвер здесь хорошо стоит. Остальные все не очень. Вот эта там защита такая прикольная. Разлом откатился? Нет? Откатился. Я предлагаю тогда ломать. Ломать, как говорится, полностью. Потому что стоят они хорошо. Эта способность халявная. Ой, слушайте, это уже вход в главное. Вот это вот здание, это вход. Тут же рядом шар будет. Отлично. Револьвер может выдать серию, но пока не вижу смысла. Боевое безумие. Я могу обеспечить это. Может, вдохновение лучше побить. Да, давайте серию, потому что пацаны просто не добегают тупо. Надеюсь, что револьвер попадет. Отлично, серия. Начал и закончил. Да, тут тоже беда. Ваши 40-ка-то не хочется использовать. Да я не могу ее использовать. Сейчас тупая, ребят. Подставляешь, что мандра? Могут убить. Могут. Стасис может на него. Да, давайте Стасис на Чамандра. Ну, например, снимут первым выстрелом или первой гранатой у него укрытие. Мутон переходит под контроль. И все, три удара по нему, до свидания. А, или вдохновением лучше его вернуть. Доедешь. А у него, правда, копье есть. Он сейчас может зарядить и убить. Да-да, Чамандр регенится сам. Я просто боюсь, что в один ход он как бы... И все. Есть копье. Копье мы максимум одного мутона коцами. Да хватит этого. Мутон и архонт. Вот это хорошо будет. Берс не подбежит, потому что там овервочи много. Чамандр не сдается. Чамандр отбивается. Колдует, кастует. Старается. Есть еще одно, кстати, вдохновение. Чамандр. Прикольно. Так его прет, так его прет. На креатив. Ну, постреляет сейчас еще. Может отступить, но уже не в его принципах отступать, если честно. Тут хочется и по архонту пострелять. Да, два психа, конечно, это сила. Все, и берсерк побежит вперед, чтобы точно не добить... Ну, сейчас пулит еще пак шарика, да? Нет. Все еще под контролем. Кто-то рассказывал, что три хода, три хода. Старату придумавшись. Психа, вздохновение. Чамандр. Да. Ну, правда, он после... Ты на кого лапу поднял? Слышишь, ты зеленый. Ой. Тихо, спокойно, мутон. Случайно вышло. Опять эти лаги. Был оптимизационный, кстати, патч на игру. Типа, меньше тормозит. Не, ну, может, у меня комп не тянет, конечно. Но нет. На самом деле, это просто... Недостаточная оптимизация. Чамандр. Ну что, Берсерк? Давай, смотри, кто там. Где там? Вижу. Кодекс, что ли? Шар хочу взять. Тут вообще уже никого нет. Обломок слишком много. Так, а что я в этом виноват, что ли? Да, ладно, я взорвал. Написали бы в игре, что... Пожалуйста, не взрывайте дома, потому что, как бы, мы... У вас тормозить будет. А вот и глаз. Змеи, Архон, о-о-о-о. Так, а какая у нас дистанция-то? Дистанция вообще не очень. Вроде как нужно психов подводить прямо сейчас. Да, да они никого не видят. Ну, опасно, конечно. нужно доминированием взять шарик я свалил наверное как-то так влево было вниз все таки чтобы не было меньше возможности меня увидеть что-то предпринять с неба побежали в ту сторону не факт чтобы что успели бы револьвер кого-то видит архонты видит а с крюком ты не можешь никуда до забраться может угол сразу же шар ты всяко не убьешь атаковать постреляешь опять под контролем господи три хода уже пять ходов прошло опять эксперты рассказывают валентин кириллов поддержал ваш канал на сумму 300 рублей спасибо майкер за такое шикарное зрелище побольше бы еще спасибо за саппорт спасибо револьвера что не покоцал обшивку глаза вот он мне vision давал сейчас боюсь как бы на этом серия не не закончилась серии револьвера по кому где бах промах ну хоть стрельнул по кому-то я уж не знаю как он там разглядел но разглядел змея ползет надо скотина минус змея еще 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 подходим подходим не стесняемся подошел но беда так что может захватим сначала архонта чтобы вижен получить дать вижен получить что-то бобром вижу можешь получить нет чем андр может напороться такая чем андра не откатилась эта штука один ход и не жадничай на безумие просто может контроль будет под контролем разума отлично такой компромиссный вариант вроде не потратили без в этот ну в общем способность которая постоянно контроля вроде и дмитрий михайлов нужно подходить и пытаться захватить шар на шарс далеко может быть стоит его вообще в статис отправить кто там шкерится змеи до змеи еще дед архонт нельзя кучковаться шар подойдет лучше того я такое зарядить что мало не покажется более того я должен как-то его обходить психом но так чтобы он мне вообще не видел и чтобы не видели как я подхожу так отлично будет сюда только аркадника михаил согласен протокол пожалуй помощи архонту потому что ему сейчас как раз будет с разных сторон прилетать вроде бы никто остальных не видит кроме бобра блин а бобра то чего я же вроде проверял что мол даю ромочного револьвер опять есть фух не попал спасибо тебе ревы 25 минус 40 давай попади в меня тут вообще все пасовать должны что с руки что не с руки потому что протоколок там как как то что какая вероятность попадания архонта с руки кажется что 70 до 70 было вроде когда им рулил 70 если так то он попал час пяти процентной вероятности красавчик просто красавчик 70 класс просто просто класс лучший так есть доминировали но на 2 архонта я не хочу я хочу шар для того чтобы получить шар так давай ка сделаем призерк явно нам мешают вот вот так вот и теперь пробуем доминирование 68 процентов с богом очень нужен шарик очень плотный красивый круглый ар спасибо себя семер воров не 6 все шар мой до конца миссии я считаю то справедливо расстреливаю всю оставшуюся в мелочу вку бах только это змея неадекватная архонт подходим ладно а мы кстати можем проверить сколько у него ближний бой не 60 вообще а выстрел 55 почему а почему он попал вообще с руки-то там одних дебафов на 65 как вообще эта логика работает кто не знает то есть вот у него архонт вот у меня арахонт а нет это 60 уже за его за вычетом 70 до за вычетом защиты так что он попался 20 процентов вероятность 20 процентов всего так давайте потихоньку стрелять начнем с бобра который ничего сделать не может кроме как просто убить архонова одним выстрелом с критом плохо и дальше несчастный вайпер который который молодец можно и змеей порулить в общем-то ну лучше я ее убью так архонт давай-ка вот в рукопашку просто до 85 видите точность на скотина в уклонилась наносит еще молодец ну была не фанды она могла любым из доступных способов добить вайпер конечно же а ой 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 да 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 конечно рассказывает он перезаряжаемся бежим вперед странная за это миссия прошла под контроль он из него 4 4 4 ходов ты шар можешь миллионам разных способов под контроль брать но если ты берешь персонажа доминированием то он остается с тобой до конца до самого-самого конца мисси а белки практически откатились луч привратника давайте посмотрим на характеристики привратника здоровье 30 меткость 80 психи сила 120 воля 120 броня 7 посмертный взрыв когда погибает взрыв и защитная оболочка драками до закрыта почти неуязвим возможности для атаки крайне ограниченным оттягиваемся жалко тут перезарядка правда дмитрий костин стреляет метку ставить и подходим к последней комнате последней миссии последнего x чем да да добиваем у нас задача не буду спойлерить вы скоро узнаете кто не видел первые первое прохождение она довольно веселенько задача снайпера сразу поставлю наверх когда бегу конечно же пока есть ходы можно приготовиться подлечиться например бобру не хватает внимания как раз килл идут чумандра переключаются хорошо тут женька перезарядиться нужно его пошел тут галок нету пока ним практически нет то есть еще мода типа секонд вэйв или ламго еще не упустили но они будут в любом случае так что если вы хотите страдать страдаете револьвер уже на точке прыгает ему забраться за full cover например хотя это как раз необязательно не лучше забраться замоком фух перезарядки последние подходим опа кого-то увидели уже ой че-то я поторопился кажись ой насмешили блин ребятушки а это кстати зомбари потенциальные давить мы же можем просто взять и убив их поднять зомбарей давить эти только что-нибудь ауешный такой что прям ух да только нет это раз в любом случае по-другому не доставал у кого-то захватили уже или с паникой до паника пошла режь там режь всех может еще кого-то давай давай режь его держ давай давай ну что ж ты куда же ты стреляешь там и ешки-матрешки у тебя шмейджи за спиной берешь и режешь эх бобер в каверим но точность вообще не очень может зарядить туда вот так пока не поздно массированным огнем или огнеметом огнеметом пацаны просили нет огнемет не достает тут по троим ладно давай так огонь по своим кто а чумандер вот так вот все 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 чумандер не заденем тебя все хорошо текстов протокол скорее всего какой протокол стреляешь убиваешь стреляешь пробуешь убить тоже отлично ну минус 2 но а нет еще не все я могу во первых дать воодушевление чумандеру могу копьем 1 добить до бедного копьем что сделать один-то против у него гранаты нет побежит он неважно кого побежит оказалось что у снайпера еще пистолетную рубач был а тут еще захватить его можно ой жалко мне себя че слова честное слово еще шар тут и снайпер отдавайте на уверево поймаем просто я думаю что все получится втроем а ты не можешь over watch так делать да с богом я вряд ли убью а может убил ревоч давай 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 последний ревочи есть хобби о господи какая там тоже вероятность капец у него возвышение и у него меткость где-то с не знаю какая те метки 120 скажи мне пожалуйста с чего ты вообще промахнулся 112 ну как бы получается точность у него была какая 115 ну и минус over watch ну понятно жалко ранили мне чумандра но он справится не впервые ю-моё а он уже отрегинился not bad сейчас попробуем привратником тут поднять зомбарей я ни разу это не делал поэтому не интересно как это получится он должен перейти в открывать раковину у него сокращается количество армора и шлюз типа да открывает разрушительный погибший гомоноиды воскреснуть везде зомби то есть на трупы действует то есть он наносит урон но вопрос зомбари встают да зомбари встают даже если у меня четыре зомби есть что кат-сцена опять это давай а вот и наша цель чумандр уничтожьте аватаров и аватар командир должен выжить обсе да я думаю что нет надо еще подождать подождите ребят серьезная подготовка идет хат овская пауза даже невзирая на то что у меня тут целая армия зомбарей я пока не очень хочу лезть в атаку знаете пока не очень хочу лезть в атаку но я все равно полезу потому что могу я себя сдерживать могу просто как как я могу оставаться в стороне когда толпа преданных зомбарей лезет на верную смерть понимаете нельзя оставаться безучастным закрой раками на частых высловишь а у этого сейчас закроем готова зомби остались под контролем зомби идут вперед так и не говорят вот еще один пси зомби ребята в бой не бойтесь ничего следом за ним идет аватар командира и шарик все остальные с интересом наблюдают за происходящим зомби не умеют но верующий стоять привет обновим не фу говорит джокси я не знаю без повода так я фу постоянно конечно даю но не сейчас обескуражил ты меня я упрямый специально давать фу не буду на следующий ход ой нас тут целая армия 7 получается 8 12 человек все подхожу в общем я пули все паки вот они один аватар вообще хотел бы все спулить да валите их так врагов пока слишком мало поэтому пулем еще сохранить говорят зачем сохраняться мы без сейвов играем в этом-то и смысл так аркадий пошел револьвер конечно ощущение при делах так далеко стоит атака зомби продолжается привратник вперед-вперед ребят я не буду вообще ждать я побегу в атаку все я уже решил что это будет атака меня не остановить даже не уговаривайте аркадий взял свое а больше не спулишь да на грани так 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 я знаю что зря это делаю вот так будет интересней ну понеслась и говорят а все же не ну ребят у нас там зомбари неужели вы думаете что вот так вот просто можно взять и оставить зомбарей мы же с ними столько всего вместе прошли понимаете как можно так просто взять и оставить зомбарей так разлом будет у нас тут ооооо я по зомби попаду можно ли избежать этого несчастного случая вряд ли а может воодушевление архончик перед переманим но вдохновение на командиры и командир там подойдет еще при джоне от 1 давай чем андр не видим чем андр джалко а кого можешь вдохновить спеца а хэвика давай хэвика отлично там как раз и глаз постреляет по метки пыщ ну как хэпич норм да только он до этого уже ходил а так конечно норм естественно ты гениальный просто хочешь был что делать со снайпером со снайпером спускается он ничего там не сделает зомбаря придется укладывать своего увы поехали точно я что 2 ищу за нет только одного тогда все ок сейчас пойдет жара конечно я еще без кауэр там местами стою класс зомби упал боевое безумие тут выстрел 55 луч надо было привратником лететь вперед вообще хотя могут под контроль взять а что хэпич что хэпич хэпич ничего так приходят новые изврат ёшки матрешки три кодекса это может в хорошую такую массу улице а а этот телепортировался после урона не трошу скотина ну вот все это гуф ребят это просто гуф овервочек хэпичом зомбаря убрали уже осталось всего два зомби промах все очень плохо реально не дай вы сейчас еще нет держись держится хорош два хита еще один зомбарь есть ой а вот это плохо еще а не страшно так ребята отчет их много два архонта трое этих трое этих и аватар мы уже в числе проигрываем я думаю на дархонта брать сейчас хэпич ему уходить сюда вот делать как-то там туда понимаете ой уходи говорят нет уйти не могу так не принято так дмитрий михайлов доминирование нет есть тассис скорее всего аватар может под контроль взять с архоны и скорее всего возьмет бомбом да изи берем под контроль этого архона мне не этого мне пожалуйста свеженького заверните клевые зеленые артефакты да игра оптимизирую и оптимизирована патч уже соответствующий выходил бобер скорее всего будет помогать тут архон на убивать тут надо наверное уходить с саппортом о господи какая какая грязь тут хэпич хэпич должен этих как-то ауе накрыть может огнемет огнемет по двоим это как-то несерьезно так господи что же вы сделали с игрой то господи как я вас ненавижу просто выйди войди тут может быть баксы его но играть то конечно это ладно ребят надеюсь не покрашится такое же было и жаловались тоже люди видеокарта при этом не перегревается все хорошо сейчас предстоит очень быстро убить эти может шаром сектоидов как-то чтобы еще зомбари поднялись ой да вроде я там где остановился так револьвер не участвует пока что этом празднике можно в общем-то его подвести на половинку посмотреть воодушевление как там да ладно часты кат-сцены будешь опять показывает да это как бы тоже клёвый бак качество снаэпер видит троих по по общему виду это уже хорошо еще тут курсор не работает сейчас смотрите вот курсор вот сейчас заработал молодец там спустя какую-то паузу опять я хотел проверить что я хотел пси-зомби отвлечь этого упыря а дойти до это я до него смогу ну если только кажется с такой клетки не работает но я в любом случае пойду паузу может будет работать через ей работает ха ха это такое унижение просто зомби попади По лицу на единичку Телепортируйся отсюда, это моя точка Ушел, я сказал Вообще, такое унижение Следующий зомби Это прикольно Так, что я хотел Я хотел избавиться от вот этих вот пацанов Но их достаточно много И Надо, наверное, просто уходить Перевратника Надо подставить По нему там не попадет По нему сплэшем попадет Ладно, я его в любом случае поближе поставлю Он же танк, в конце концов У него там здоровья очень много Что по стрельбе? 60, 60, 60 А если раковина открыть? Шлюз 5-7 Но для начала Короче, нужно сначала кодекс Размножить Наверное Или хэвиком просто сектоидов Помучить А, тут же еще классно Невидимая преграда Да, я совсем про нее забыл Я предлагаю вот так тогда Огнеметом По двум заденем Ну а какого хрена ты показываешь Что я там задел их, а? Ты решил всех убивать, конечно По другому не пройти Ты что, не в курсе, что ли? Блин, вообще сейчас очень все плохо Прям очень все плохо Вроде архонта нужно убивать Вроде Так, все зомби ближний бой архонта На, по лицу По лицу Да, зажег я непонятно вообще зачем Слушайте, а может мне серию тогда сделать? Взять Взять Дмитрия Михайлова Сделать воодушевление на снайпера А что снайпер сможет сделать? Снайпер сможет сделать угол И сделать 6 выстрелов на следующий ход Классно? Очень Если только тут вижен будет В чем-то не уверен Но все равно тут бежать вперед Из-за сплэша Особо не прикольно Поэтому я Дмитрием Михайловым Револьвера поддерживаю Всяческим Говорю, давай Ревочь, ничего Не бросай зергов Все у тебя получится И Ревочь воспрял духом Может сделать серию Но опять же он видит только троих Я не хочу Хочу, чтобы сектоиды подошли Но Блин, как было бы хорошо Если бы Хэвик нормально зарядил Щупальца, щупальца, щупальца Погибшие гуманоиды Могут воскреснуть Может пока не делаем Может пока подэмиджить этих Просто взять Сделать щупальцев На Вот на этих Пацанов Я же достаю По шестерым Понятно, что я их не убью Но тот урон, который зайдет Он же снайперу Такие возможности даст Вот и все Урон же отличный Плюс они сейчас ПТПшатся Еще непонятно куда Тоже снайперу Дополнительная цель Настреляют хорошо Они, правда, тоже могут Настрелять хорошо Да, народу, конечно, масс Сюда можно О, а может снайпер серию заряжает 5 человек 189, 83, 79, 77 Одного выстрела достаточным Но можно обломаться сразу на старте Это лучше Серия, а потом угол Давай серию Так, можем ли мы метким глазом Убить Архонта? Маловероятно Тогда начинаем с обычных выстрелов По кодексам 89 раз Револьвер, не промахнись Порошу тебя Хорошо, 1 83 Вероятность сокращается 2 Ха, блин Что это такое? Лучше б я угол поставил Господи Сейчас такая Такой трэш пойдет Просто 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 Напросто Илюху можешь ставить, а? Че делать? Че делать? Архонта надо убивать Неуязвимость тут получать Это просто грязь Нижган давай 78 Рош Так, от Архонта избавились Огромное количество леймингов Тут некуда идти Либо на фул Нефанда еще есть Что может нефанда? Илюха кинуть может Куда приблизительно? Да вот сюда докинешь То есть дойдешь до фулл кавера И Илюху Направо Капец Я в такую аркаду просто лезу Ну весело же зато Смотрите как Да не такие тысячи Ой, все А кто вообще здесь увидит Иллюзию-то? Ну, двое как минимум я вижу Даже Если подойдут трое Очень круто Очень Тогда я, наверное, воспользуюсь Возможности подойду сюда На фулл саппортом С Богом, ребята Это все Архонт мой вернулся Еще подкрепа Еще один аватар Еще не поздно свалить, Миша Тут уже человек 20 Их Ой, да Здесь только 5 человек пришло Только здесь 5 человек Слева аватар А справа Три сектоида Шесть этих Ой Не-не-не-не-не Хэпи Контроль над разумом Нет Хэпич Нет Блин, мой хэпик Ну капец Понеслась По Илюхе стреляет Четыре, Илюха Держись Так, а как мне избавиться от контроля разума? Там вроде у психов был какой-то щит Но я не уверен, как он работает Надо читать Тут зомбарь есть Тут опять же Илюха Держись, Илюха Молодец Красавчики мои Или нет Дальше, по идее, зомби И этот Приоритетные цели Сектоидов бы Хряпнуть По зомбарю стреляется Да Что-то я волнуюсь Если ты про ауру То просто в радиус зайти Должно сработать Что тут у нас? Зомби Контроль Ты на шар полез? Сектоид Ты полез на мой шар? Еще один сектоид Ну ладно, это вроде последний Так, надо сюда уехать Какой-нибудь дайте Желательно, чтобы с гуманоидами Шар живет Шар плотный Шар плотный А, нет, еще этот ходит По кому? Ой Ладно, шару пофиг на оружие Овервотч Жесть И еще Ладно, это мясо Это зомби Ох, ты ж ежик У меня патронов на всех не хватит Понимаете? Патронов не хватит Револьверы, конечно Глаза разбегаются Что у нас по психам? Тихо У Женьки, кажется, есть Опси зомби Вот, Женька Агент излучает ауру, которая блокирует, нейтрализует все ментальное воздействие На него и ближайших союзников Какой рейндж у тебя? А, вот он вокруг То есть ты Может даже добежишь Ну на рывке, если что Капец Пробуем вернуть сначала хэвиком Что приоритетная тема Не получилось Не достает, да? Да Доминирование можно сделать Но там не по кому-то делать доминирование Ёпараси Отсюда надо еще сваливать будет Так, что может шар? Шар Может отойти Там овервотч, правда Или не отходить шаром Не, ну тут же взрыв будет Зачем тебе взрыв? Не, ну для того, чтобы Ты же можешь сначала оценить Достаешь ты или не достаешь Там кд вообще с заклинанием А, то есть еще два хода мне Круто, круто, круто Капец Так, Архон сможет долететь куда-нибудь сюда? Мне нужно привлекать всячески внимание Я подлечу на половинку сначала Может овервотч еще сорву И попробую Ё-моё, вы просто посмотрите Вот Просто посмотрите на количество Противников Плюс еще два аватара Наверное лучше где-то вот здесь все-таки мочить Так, полетели Да, шарик мили бьет, я в курсе Архонт наш Перезапускает Понимаете, я не смогу так быстро убивать их всех А мне нужно в конце концов аватара убить То есть по-хорошему я должен уже производить перегруппировку И отступать основными силами назад То даже моего аватара в один ход могут убить Так, можем ли мы Стасис на аватар левой? Хренас два Надо выходить из этой зоны Взрыв еще один будет Я пустой по патронам Оооо, черт возьми Господи, за что? За что? Ну сам полез, что за что? Сам полез и удивляется, ё-моё Так, ладно, допустим Допустим ты отступаешь, но отступаешь не полностью МК сними МК-то снять Это-то понятно Пойду зомбарем унижать Мейн контроль Психом действительно надо снять Женька, подойти поближе Даже вот под кавер Должно подействовать Да, есть, фух Хэпич с нами У него есть осидочка Ой, у него есть осидочка Ой, сейчас накрыть можно вообще хорошо Если б не было бага с этой чертовой картой, блин Он может подойти Вот массированный огонь Был бы Было бы так замечательно Тут реально Вот невидимая стена где-то находится тут У меня что в прошлое прохождение, что в это Так это бесит просто Ну Вот с одной стороны Человек стоит в углу Тут проход огромный Но дальше, блин Вот этой невидимой стенки Ты кинуть не можешь Потому что Кто-то криворуко Сделал Уровень, блин Разрабы молодцы В общем Тут скорее всего Надо будет предохранителем Делать ауе Выходя попутно из зоны Да, давай Я не буду сильно отступать Сейчас будет овермотч, правда Я надеюсь, что это так Хотя это может и плохо кончиться Повезло Да, только Тут ауе-то не серьезный Что-то двух людей хочешь забрать этим ауе Лучше уж Дезориентировать этого упыря Заодно заберешь еще одного Да, вот так вот лучше Так, бобер Бобер, бобер Двойной выстрел Сейчас телепортируется Здесь же еще аватар Не, не будешь? Будешь? Может, к снайперу? Где он? Где ты, гад? О, реально к снайперу Так, Рева Рева, давай, Рева, 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 Рева Обычным выстрелом, но прям точным Вот прям Да, конечно Какое точного? У тебя там угол направо вырисовывается А ты Не-не-не-не-не Дэвид Блэйн Давай-ка мы Может, армору мы снимем? Да, конечно, хейвиком ты Снимешь Нет, ну сюда подойти Он точно Тебе в любом случае надо Давай-давай-давай-давай Сыр, правильно Беги хейвиком Лучше аватар пинать, чем эту мелочевку Да как же я вас ненавижу Просто Ну что это такое? Вы понимаете? Ладно, стреляй Семьдесят шесть Разлом Попади главный И Три брони Главное, что он отсюда куда-то свалит Сказали, что угол не работает на кодексе Такая разница Там Не до кодексов угол делается Кодексов двое Там Двенадцать человек У кодекса мало осталось хп так аватар аватар может принять этот выстрел или просто подойти и кинуть копье out of range просто надо пару тройку желательно задеть копьем на тройку это конечно гонишь не задеть тебе тройку но 80 гадлогин поддержал ваш канал на сумму 100 рублей михаил здравствуй 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 мы тут с голым в баре дискутирует промежуточный и ушел на пас ps мутон валера передает привет а да да согласен кто из этих пацанов опаснее всего я не хочу сильно вперед лезть потому что там жесть начнется хотя там сектой да обычные выстрелы у них фиговые короче я выйду привратником сюда чтобы из-под рейнджа из-под ауе все равно это откатывается далеко не должен уходить танковать и чтобы вот прям вот выстрелить либо сюда либо сюда слушать а выбор хороший по 80 ну кодекс опаснее вопрос только какой это хорошо когда есть выбор бобер кого увидит от этого кодекса видит ему нужно куда-то уходить он вообще может тоже в аркаду пойти учитывая его неуязвимость михаил зачем тебе это попадешь под контроль нафига просто стреляю бивай мелочевку 80 процентов михаил михаил мишечка командиром тут мой архонт тут мой шар этих вот 2 3 надо забрать я полагаю может даже да может даже командира сюда подводить я не надо 100 командира командир это гуф и до свидания еще копьем попробуем как-нибудь потому что все равно перезарядка например нет или нет все постреляно значит ближнего получается того ха 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 так минус 2 кодекса хорошо дмитрий михайлов теоретически может подойти сделать стасис но я вообще под контроль буду брать но все равно ему нужно куда-то идти вопрос куда может светошум давайте проверим последний миссия последнее все вообще так что как бы 6 просто же просто жизнь жена пришла деться знаете какое страшное лицо сделала я могу добить мелочевку какую-то могу сделать стасис но на леммингов делать стасис на леммингов не хочется до этого я не добегу шарик скорее всего должен класть ближайших 80 ребята ну 81 ладно промахнулся ты-то чем мажешь то ее просто револьвера есть перезарядка свободы только обычная когда угол пробуем закрыть причем с этим с крайним правом так вот здесь огонь души какой-нибудь мелкого сектоида наверное по пожирнее возьмем о господи аура псих решает и через ход я смогу замбарину поднять архон под контролем весь взрыв вроде не должен никого задеть я все живые здоровые пока аватар бежит это коцаны с одной броней а на нем метка еще класс что делает зомби убил моего до рода у двух психофауров роли успел докачать снайпер прошу тебя не хочет что ты по психу хочешь какую-то что ты силу вообще вообще никакого эффекта о поклонение царапина сектоид начинает стрелять командиру overwatch отлично снайпер работает попал хорош еще три выстрела у него есть народу еще хватает и сзади подходит ой это опасно лично уклонение царапина дмитрий михайлова подходит еще один аватар ой только не контроль прошу тебя крит но броня поглотила значительную часть подходит сзади стрельба промах overwatch отвечает ревчик вы все сами видели ну еще должен там походить битые вроде как или даже не битые там безлики должны бежать ох народу сейчас еще спаун придет один а то и два безлики там слай ревчик давай там еще пару стрельба опада у я кстати встал товарищ там перья щас придут еще один бит ну сейчас револьвер давай последний выстрел нет нифига димка держится молодец сейчас копья нужны скорее всего будут отлично увидел 1 и зомбарей пытаться поднять или все-таки ой 8 хорош и револьвер молодец снайпер они все-таки сам результативные три хита урон там по кому-то попал по архонту он стрельнул боевое безумие у моего архонта тут подходит еще сектоит мимо архонта лично все мой ход бах-бах еще пять шесть урона сверху очень хорошо вот сейчас бы откатилась это способность сейчас проверю вдруг откатилась есть подозрение что нет еще один ход но этих нужно положить всех даже в этот ход я скорее всего архонта продолжу отвлекать залечу куда-то вот вот сюда по нему попасть сложно внимание привлекает урон наносит молодец у снайпера перезарядка простая то есть уже халявы нет здесь перезарядка простая оцениваем шансы сто процентов безлики не угрожает кто это же особо не угрожает я бы аватара попробовал попробовал бы его хватит одного удара для того чтобы для того чтобы он сменил дислокацию о тут же восьмерка еще есть у ее и тут же тут же можно уже накрывать вот тогда или сначала стасис стасис не по кому хорошо накрываем делаем минус 3 трупы будет копиться здесь да я думаю да хорошая тема поехали женька стреляет ну скажем не минус 3 а еще контроль или паника в общем что-то там будет час еще парень безлики валит среди стекто это обречен у него вокруг него перья там три штуки ничего не сделать жалко что безлики убежал я могу попробовать протокол нападения шугануть этого не могу могу ли я хэпичем его еще разок последний армор взять снять и метку поставить не могу что ты можешь как ты можешь копьем его сразу же сейчас мочкануть он авось полетит куда-нибудь в нужном направлении но я бы сначала сделал стасис потому что все равно ход проходит стасис только спасет эти кодекс стасис понимаешь что это не очень хорошо но стасис еще есть может правда аватар бабахнут майкером ну там будет только один выстрел и там его брони столько что я его с одного выстрела не убил даже с двойного ну то есть он же сразу после этого ну посмотрим в общем я не знаю как он на двойной реагирует но мне бы его поближе если честно снимаю еще 9 хитов дмитрия михайлов надеюсь что он просто в мою сторону стрепортировать как-то часто бывает мою сторону стрепортировался кстати он под хэвика подставился хэпич может и должен по нему стрелять 74 ме . поехали промах но метка есть и урон то он получил то есть должен телепортироваться и дальше по идее от это хуже уже а если протокол по нему еще разок нет протокола не видим мы можем сектоида убить как не тот ли обреченный сектоид нет не обреченный сектоид аватар перезаряжается может стрелять не только по одному поэтому пусть стреляет по сектоиду а специалист соответственно будет протоколом нападения что то делать я бы на зимку михайлова поставил протокол помощи вообще надо было бобра пускать вперед ставить на него протокол помощи двойным выстрелом этого упыря убивать привратник же еще огненный луч безликий неважно но с другой стороны у него вариантов то особо нет по точности и опять 80 процентов мимо а 2 на двойной выстрел дает сделать потом телепорт да ясно всяк тогда мой подведучить снайпером так а я же могу сквозь пробежать погодите я же могу еще двойной выстрел сделать а ты через эту строку не бегаешь да очень жаль лишь реально очень жаль может маскировочку давай могут появиться сейчас по скрипту слева кто там плюс они еще сами по себе будут действовать непонятно куда пройдут 90 два раза по 75 слушать а можно было и попытаться черт не на маскировку не зря же изъюзнулся зря получается зря не было никакой маскировки работой два раза по 75 миша это капец просто подкреп она далеко мутоны и и третий этот ой как их там много капец там такая бригада 24 мутона и этот срочно разбираться с большей частью людей справа контроль над разумом да нет не действует же у меня шаура 2 кого что он делает а по архонду стрельнул промах отлично телепортируется стрельба по кому а ясно наших психов тут выводят из строя главный сейчас зомбарей правильно поднять там с огромного ауе ну и пережить источник вот ну вроде переживу еще четыре урона это архон получил архон хорошо держится у него хп есть безликий идет какой-то он ленивый или он будет шаршес атаковать на таком рейнджа да ну у тебя урон такой что да и он не попадает точно там минус 40 сектоида сейчас перышки накроют там точно гуфнится он опять пытается какой-то все атаку сделать на психов которые сопротивляются ментальному шторму потом такая бригада выходит еще один аватар и и 4 мутона до хрен попадешь по шару мышка и ты полчаса занимает ход противника приблизительно еще один секто это стреляет в архонта промахивается ну что я я бомбим сектоида он выживает но и хватит там шаром архонт возвращается молодец вот этих вот надо накрыть верхнего этого этого протокол помощью возвращается бобру лучше туда не лезть бобру надо выжидать сейчас так в первую очередь шар открываем свою раковину смотрим кого мы накрываем там же range огромный кого-то мы убивали здесь но хорошо бы еще тех задеть здесь трупы были но они не показываются здесь кажется было больше трупов может быть стоит сделать так чтобы задеть аватар чтобы вот еще один труп справа поехали минус 1 зомби где тут клон полетел окей зомби то там точно трупы были этот тп что на штурмовика на моего что не было трупов там вообще никаких архонт вон лежит нет такой был план хорош бобр может к аватару прийти но он придет не только к аватару но и к пятим утонам хэпич без патронов туда взрыв стрелять не по кому дмитрий михайлов тоже без патронов более того он через попадает он или нет у него все скиллы на кд может сделать только святошимовую куда-то о зато аватара откатился откатилась обилка можно сюда зарядить архоном только я снова взмываю воздух куда-нибудь сюда пожалуй снайпер видит визлики не интересно аватара он видит 72 на аватара там же где и бобер все аватар приоритет может быть мы как-то оси . давайте сюда бомбы закинем хэвиком все равно нужно выходить из поля зрения и вместо того чтобы просто перезарядиться обычной перезарядкой попробуем конечно же разлом с отличным рейнджом но так подходим за full cover поближе и выцеливаемся куда-то сюда ой как хорошо и по аватару заденем и по сектоиду заденем уберем многих урон нанесли 1 минус у 1 3 хитая там перышко сверху сектоида это телепортируется куда а это неплохо это неплохо потому что во первых у нас тут снайпер его видит с хорошей вероятностью и он мимо брони бьет что немаловажно конечно можно типа поэтому но вероятность плюс 14 процентов важно револьвер стреляет не хочу пускать эту возможность 8 хорошо попал 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 куда он телепортируется дальше еще ближе ой под штурмевика под бобра под бобра что у тебя там хреново там полу кавер просто и это не очень хорошо получается но да можно обойти может оси дочка лучше кинуть лучше я просто и не кинул такой армор снесу и хп снесу да пожалуй сделаем таким образом 4 армора кислотный ожог уроном нанесли а у него ковр исчез нет нет он телепортируется телепортируется наверх здесь его достать будет сложновато но с другой стороны бобер может пострелять по забей тут протокол нападения можно убить одного мелкого можно просто пострелять из хорошей вероятность ты его убиваешь безликий не страшно у тебя как только один выстрел убиваем кодексом отлично остается бобер бобру подходить не рекомендовано он может конечно с крюком сюда и тогда он кстати фланга от одного он под мутонов сразу подставится ой как он подставится очень сильно подставится а хэрик вообще хэрика видит аватар видит в любом случае будут бить слишком близко нельзя сюда прыгать без кауры этом пропаду просто обычно выстрел сколько 50 процентов это по кодексу нельзя подходить между настрели стрели по обычному 56 можем попасть можем убить приехали курка не будет тут дмитрий михайлов еще оставшись остался ему нужно выходить из этого ренджа и при этом еще что-то делать а что непонятно димка может конечно побежать вперед скинуть светошум но это какой-то сомнительный подвиг я не хочу рисковать я лучше димку михайлов и подведу так чтобы не удавались всякие психологические атаки слева потому что там и хэрик и штурм а у женьки то очень много возможностей у нее есть и доминирование и вдохновение кстати а если снова что походить и скастовать копье еще есть вот я зря с женьку так не не проверил реально тут могла бы помочь хожу сюда скорее все будет либо копье либо кого видим а тебя видим давай стасис на тебя вот серьезно слишком опасные аватары их там двое потом третий еще слева а сделать они могут очень много неприятных моментов тот же ауе так тут кислотный ожог должен работать здесь под контролем все еще архонт этот регенит по 5 китов взрыв должен пройти мимо отлично еще минут 15 лет ссори не полтора еще одна подкрепа идет с слева а вот это сложнее нужно брать контроль шар пытаться еще один тут очень их просто вводим сложно будет убить в один ход аватар подходит сюда бауе хэрик не сможет ауе сделать что он делает psy что-то что-то все подвел называется психов капец все получили просто все ауе получили дичь у меня осталось доминирование 1 ну и аватара своего доминирования бог блин там себе ты надо избавляться от двух аватаров и от всех людей которые справа в рамках текущего хода потому что и так мне придется мелочь чека не достанешь этот партнер ходу или достанешь хрен тебе пожалуйста здесь мелочевка реально осталось битые сектоиды какие-то там взрывы будут кто-то горит никаких обилок это тоже взорвется но она получала и там прилично возможно сейчас нужно будет даже похиляться как-то стреляют по аватарам ну и сам в аркаду полез миссия изи проходится выпук выманиваешь и все они они он 56 отлично минус 2 сразу же архон приземляется безликий архон ох еще один взрыв осталось три человека нож четыре с той стороны еще подкрепа очень близко три змеи но это конечно смех так 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 я думаю надо смещаться уже влево с убийством центральных аватаров следующий ход у нас последовательность это ерунда это ерунда а вот это уже интереснее 82 по аватару это очень хорошо побитому мимо брони но может быть это не самый лучший ход лезть вперед когда выходить из подовые причем еще перезаряжаться нужно тоже проблема может флешечку закинуть сюда аватар может у меня только стрелять но он же флангануть может этого не может почему а вот отсюда сможет ой хорошо там два аватара реально убивает сейчас текущий ход только нужно понять как ему ну в какой последовательности действовать вот это мне нравится сто процентов еще крит 40 есть крит еще но живая скотина сколько хитов один хит но он отравлен вроде кислотный хотя он регенится еще при этом скорее всего перебивает так протокол защиты если что есть протокол нападение есть если что протокол нападение кстати можно попробовать попробовать даже юзнуть на аватара на аватара отсюда скорее всего будет будет такая возможность я надеюсь чтобы делать шар думаете вперед пулить на себя все что только можно архонт архонту кстати можно улетай улететь уже влево и привлекать внимание тех врагов нефанда может подойти его ваншотнуть по факту да нефанде нужно лучше шар захватывать чтобы захватить шар нужно постараться обойти вот всю эту хрень это не факт что она увидит скорее всего не увидит смириться надо протокол нападения смотрим до выбора значительно больше я скорее всего протокол просто потрачу на вот этот вот один хит первого где ты вот он есть первого из трех аватаров убиваем но не самые жесткие конечно самые жесткие вы видите что какая точность какая какие списки все способности минус 1 револьвер может 2 прострелить но 82 мне не очень нравится но увеличить эту вероятность а к сожалению не смогу потому что хэпич перезаряжается он лишь конечно пофиг и здесь остаться или он может реально остаться здесь и сделать вот четверочка у и сейчас там же можно прям вообще ничего нельзя сделать с этой четверочкой он может метку поставить там правда склоп его не будет после этого но но я думаю что он должен это делать стреляем по аватару метку понятно что нас телепортируется но скорее всего снайперы его увидит промах 2 метку поставили где он да я по нему не попадаю уже класс ну можно конечно еще каким-то макаром умудриться его оттуда достать например привратником как-то попасть но знаете я даже не вижу где а вон он не том безликий безликий кодекс может мили тогда пройдем кажется там есть атака вплотную нету таки вплотную архонт не сможет маловероятно там full cover ты его не обходишь здесь обходишь же попробуй достаточно любого вообще попадания до обходит 75 давай блин я пожалуй буду стрелять по тему как по кому выше вероятность минус безликий предлагаю людей отсюда уводить вправо пофиг на хэвиком надо как-то кодекс неинтересно берсерк не то берсерк не то излики не то вайпер вайпер кодекс выбор конечно классный у револьвера но по факту а бобер уже еще может стрелять вот по кодексу бобер стреляет смотрите-ка 75 тоже бах это же промах можно воодушевление сделать о можно воодушевление на архонта попытаться да только ой там спамер дождите секундочку я посмотрю профиль юзер аккаунты парасмурфа его уже забанили надо понять на кого кидать вдохновение и стоит ли что-то сделать здесь с психом нашим она может и она все может только попадет под удар если не ей тоже нужно отступать пусть лучше хэвика тянут да да пожалуй я свалю оттуда кодекс берсерк берсерк убиваем ближнего кодекса ой револьвер чуть не спрыгнул гарантированно 100 процентов берсерков все равно как бы не убить такое количество хп что потребуется значительно больше усилий и я хотел типа сделать вдохновение на на архонта но по факту лучше наверное просто перезарядиться нет потому что сейчас сейчас все способности откатываются и давай лучше вдохновим только не револьвером не бобра ах и печем и уведем его из той опасной зоны там змеи все остальное и вот точно вы сейчас вытащили три змеи там стоят только ленивый бы его не обидел я ухожу я ухожу полу кавер максимально сюда а там уж на развороте как-нибудь еще еще вдохновение нет перезарядись ладно пофиг с богом контроль над разумом потери нархонта я потерял здесь схлопывается вроде никого не по подходит подходит в кого в шарик нет не в шарик моего нет чамандер нет нет прошу вас не надо не надо нет сейчас игра закончится если чамандера потеряю оверотч ой-ой-ой-ой ой-ой-ой-ой прошу у тебя великий рандом не надо не надо я так так не прав так не прав я вообще не прав блин сейчас пацаны слева пойдут у меня кавры нет капец а может они за теми пойдут оооо пять хитов пять хитов карл пять хитов это капец пять хитов прошу 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 не надо сейчас не надо стрелять вроде идут сюда змея да стреляет по тяжу или цепляет она стреляет по тяжу это вообще такая ересь по сравнению с тем что я чумандры сейчас могу потерять нет блин так змея вроде стреляет по этим хорошо до хрена с ним вообще хэпич тащит главное чтоб сейчас меня больше третий кодекс беспокоит ооо 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 о господи ооо да забей просто загрузка и ах да 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 фух чумандр во первых установил несколько хп мне нужна разведка можно взять под контроль там овервотч от этого я бы привратником побежал вперед сорвал бы овервотч и сделал бы разведку то есть кем делать разведку и снимать овервотч как не шаром правильно вот так поэтому идем пока что-то не вижу еще одного так безликий архонт может быть стоит пройти еще дальше здесь очень похоже на девяточку вот так вот очень похоже прям я уверен что так надо сделать и снайпером эй было же вроде когда с этой стороны смотрел казалось что было значит нет револьвер видит безликого змею и змею это скорее всего будет серия давай так тогда серия будет лучше хэпидж стреляет по двум змеям сносит там у них часть хп здесь серия пошла начнем прям с верняков безликий раз я не посмотрел сколько у меня там патронов ой капец есть есть 4 патрона было но 4 это хорошо да это не один это 2 змея это 3 змея будет еще последний выстрел например на на случай если мы сейчас одного из если мы этого товарища заберем во первых я хочу поставить защиту на аватара протокол защиты обязательно протокол помощи второе я хочу протокол нападения на аватара чтобы он отсюда ушел там фул кавер и может быть он к снайперу на вижн подойдет бах 6 хитов отлично куда прыжок маловероятно но возможно маловероятно бобер в общем-то может мог бы флангануть если бы у него были патроны воодушевление опять же может сыграть можно контроль разума снова сделать чумандром кодекс неинтересно 55-45 а давай а8 попал попал по аватару поближе к снайперу яс ну не так близко там хотят сейчас мы убьем его убьем штурмовиком да убьешь конечно конечно есть воодушевление нет а здесь есть а сколько у снайпера 91 и он не добьет нет это это бобру нужно конечно подходить и показывать вообще ху из ху извините меня за мой французский вдохновение на бобра и кажется второй двойной беглый огонь по 90 бах на скотина это минус 2 так подойду-ка я сюда попробую со змеей что-нибудь сделать например ожог души и заодно что я хилинусь еще огонь души Дмитрий Михайлов мне как раз немножко битый 8 урона есть же у тебя да я помню качалась да плюс 4 очка здоровья правда всего так тут Чумандраму лучше не рисковать Чумандраму лучше сюда встать флангануть и этого убить с возможным критом давай главное критание 43 но это как бы маловероятно конечно но Чумандр дает Чумандр критует убивает не убивает овервотч и с богом остается последний последний аватар овервотч от снайпа последний патрон ах и с что это стрелять будешь просто больно 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 специалисты пробили телепорт буквально один хит господи сейчас могут фланговать просто бобра а но он наносит не урон а выводит пушки строя оружие не пострадало змея еще сейчас мишку будет вытягивать скорее всего вон мы тоном прошли в центр а нет флангует психа Женьку а это нормально это пожалуйста души змея там застряла немножко не задушилась бывает реально не удалось что-то хорошее сделать что-то нехорошее делать Жень еще подкрепа идет думаю надо сейчас концентрироваться на на том чтобы вытянуть аватара и его сейчас в этот ход попробовать добить не ввязываясь в замес с тихо-тихо спокойно ребят вы что спокойно надо посмотреть может ли шар сейчас у него вроде как откатились темы он ближе всех находится во-первых да откатились тогда мы открываем раковины свои и вот сюда заряжаем самое главное это вывести аватара ух там ёпкарасы там много народу ну почему ты не можешь почему а он типа полный ход требует интересная новость пошли аркадий раз женька подставляет себе не тупи раскрою ой ой я не знал что он сам закрывается ой 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 как неловко то вышло куда он падает скажите мне скажите мне аватара бобер 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 скорее смотри он какой красивый ооо ну все ох сколько я сейчас поснимаю у него ох как я у него щас давай можно воодушевление пожалуйста нет капец я такой такой ну просто блин я просто провал мало того что я не потому стрелял и не стрелял и не попал еще ой как сейчас можно гуфнуться открываем раковину заряжаем сюда ну вообще вот кодекс сейчас настрелили потому что здесь много народу думаю михаил что делать здесь точно перезарядка только стасис могу сделать это ерунда 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 о ревуч видит кодекса ревуч видит вайпера это не то что мы ищем ревуч стреляю хэвиком пофиг что я в непростой ситуации по аватарам попал давай 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 куда-нибудь поближе куда-нибудь прямо вот к нам чтобы к чумандеру иди направо например предлагаю тебе хорошо чумандер так чумандер флангуют флангуют ли да флангуют отсюда например харкада пошла а почему ты не проверил ты попадаешь по нему или не попадаешь не попадаешь считай что проверил флангуем сто процентов по аватару второму без крита но 9 хитов но это последний нам его убить и все вроде так он рядышком снайпер снайпер может увидеть сейчас я чувствую что револер нет не видит нифига какие опции тут спец видит давай 83 хорош там последний выстрел по нему остался прямо там 3-4 хита господи давай к снайперу к револьверу давай ну рева ну сейчас ты должен видеть да да нет да 70 из пистолета ревы ну что все все сломался все ищи теперь этого аватара а вон так что я могу ничего у меня один ходил я предлагаю встать с аватаром последний выстрел Евгения представляешь должен быть якобы может у меня свободная перезарядка хрен из 2 стаси с аватаром главное чтобы в этот ход не убили чумандера это будет такой провал господи какая интересная все-таки миссия финальная получилась тут 2 безликих архонт и вроде как еще справа кто-то был регенец аватар взрыв да держись хэпичу держись сейчас там змеи слева начнут там я подставился вообще всеми но главное чтобы чумандр выжил архон подходит к чумандру уклонение фух три хита всего снял так телепорт это фланг по психу скорее всего по шару стреляет отлично критулечка на два хита броня броня там мутоны разберутся с шариком сто процентов мутоны прыгают куда-то телепортируются хорошо что я в аркаду пошел если бы выманивал было бы не так интересно все бы кончилось раз в семь быстрее но никакой интриги а тут как бы чего стоит один чумандр который с пятью хитами после крита что-то на шар полез конечно хрен тебе грены заруби в смысле грены у него светошумовая граната какая грена что вы несете ну баса советчик ой нет 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 только не безлики сейчас безлики могут добить чемандра блин черт твою мать я проиграл скорее здесь ой капец там пять-шесть хитов у чумандра и рядом два безликих это просто капец мясорубка серьезно сможешь вырвался сейчас главное сейчас главное не беги на чумандра яс нет 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 налево налево не направо налево дмитрий михайлов держись герой герой просто чемпион ой ой там еще двоих ой 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 нет 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 5 хитов и чемандра нет нет не остается один безликий последний удар нет не делай этого прошу тебя не надо он не добежал он не добежал он не добежал он не добежал а тем временем приходят новые мутоны старые не убитых толпень просто толпень это просто штирлиц еще никогда не так не был так близок провал там майкер от змеи отбивается дмитрий михайлов на себя внимание привлекает и тут чемандр наносит ответный удар может быть только один чемандр аплодисмент спасибо спасибо благодарю благодарю спасибо 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 что смотрели было круто спасибо 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 Продолжение следует... 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 Спасибо, что смотрели еще разок. И запись этой трансляции сейчас ставлю заливаться на YouTube. Но миссия последняя, конечно, у меня самому просто был восторг. Восторг.